привет в час ночи кто не спит давайте ночной эфирчик с вами проведем у меня прям суперское настроение для этого сейчас ильнар не спит марта не спит катя не спит ой как классно вика с нами есть людей которые тоже не спят у меня знаете такая идея возникла рассказать вам про желание про желание о том что мы постоянно и хотим поменять нашу материальную действительность чтобы притянуть к себе желание для этого мы используем очень много разных техник техники ну все работают самая простая техника вот прям самая простая техника которая перекликается чтобы исполнить любое свое желание это визуализация визуализация когда ты не только визуализируешь представив но и прочувствовав это например возьмем сделан да да он классно рассказывает либо фильм секрет если вы смотрели вы хотите машину вам нужно представить что вы идти в машине прочувствовать все те чувства которые вам машина это дает о чем я вам постоянно говорю то что наш мир это воплощенная форма чувств наших материальную форму вовне мы видим то чтобы напомнить пощупав глазами там руками телом кожей слухом вкусом пощупать это все и понять из каких чувств мы состоим мы хотим эти чувства чувствовать вот наш мир это уплотненная форма наших чувств и самый быстрый способ притянуть к себе желание это взять и использовать любую технику какую хотите работает все аффирмации работают хренации всякие тоже работает визуализация самая классно но мы договорим о женском принятии с вам с вами да и мужской силе внутри нас который это творит если мы хотим поменять мир и не соглашаются страна не соглашаемся с тем что у нас сейчас вокруг происходит мы хотим это поменять помещение интернет нет даже зарядка моргнула еще раз мы хотим поменять ту материальную действительность в которой мы находимся то есть то что происходит вокруг нас не устраивает мы хотим поменять то есть любое наше желание это то чего нет в данный момент да если бы это было мы бы этого не желали но она есть а так как этого нет у нас просыпается желание это получить если этого нет мы это хотим значит мы хотим поменять то что чего нет на то чтобы что-то там было это значит что мы не принимаем наша женская энергия подавлена наша инская энергия принимать мир таким какой он есть принимать себе творца что мы это сотворили подавлена то есть мы ни хрена вообще не принимаем нашу материальную действительность потому что любыми способами мы хотим исполнить наше желание чем это чревато ну исполнится если вы будете использовать любую технику какую хотите чем чаще меня эти техники с интересом наблюдают тем круче и быстрее исполняется желание но мы сейчас не про желание говорим а про то что на хрена вы желаете и не принимаете то что сейчас есть не разобравшись почему вы создали то что сейчас есть почему не создали почему создали короче допустим у вас нет машины желание ее иметь одно желание одно желание иметь машину, а вот желание не иметь машину у вас 100, я не могу иметь машину, потому что ну мне некогда будет на ней ездить, я там боюсь на ней ездить, я не знаю там где ее ставить, у меня там нет гаража, подъезды там все заставлены машинами, и мне поставить ее вообще негде будет, а нужно будет куча денег на нее тратить и так далее, то есть у нас в противовес одному желанию еще куча противоречивых желаний, так вот, если вы хотите эту машину исполнить, вы должны заранее понимать, что те желания, которые у вас были исполнены, 100 в противовес противоречивые, они сразу исполнятся наоборот, то есть получается у вас, сейчас скажу, есть желание машину не иметь, потому что у вас есть 100 противоречивых желаний, из-за чего вы этого хотите, но вы их не понимаете, и они вылезут все эти 100 желаний ваших наружу, и придется вам их все разгребать, то есть с получением машины вам придется разгребать 100 этих проблем, и вы, естественно, не готовы разгребать 100 этих проблем, потому что, ну блин, вам неудобно, вам это нафиг не нужно, вы не хотите беспокоиться о том, куда ее ставить, ваше желание не беспокоится, но как только вы получите эту машину, вам придется беспокоиться, поэтому когда вы используете любые техники, какие хотите, они все исполняют ваше желание, они буквально за уши притягивают ваше желание, которое, в принципе, ваша душа не хочет, ум хочет, но он притянет за уши это желание, оно исполнится, но вам придется потом разгребать все эти какашки противоречивых желаний, поэтому перед тем, как использовать какие-то техники, подумайте тысячу раз, почему вы хотите, чтобы это желание сейчас не было исполнено, и почему-то мой эфир, я даже сейчас вижу, запаздывает, я говорю одно, голос, я прям вижу, как я говорю одно, а у меня лицо запаздывает, мне нормально объяснила, Вик? Короче, у нас всегда есть 100-500 причин, для чего мы хотим, чтобы в данный момент желание не было исполнено, то, которое хочет ум, и если вы начнете признавать, что та материальная действительность, которая вокруг вас творится, это ваше желание, и что это наилучшие события в данный момент здесь, сейчас, чтобы не происходило другой жопы, что все ваши желания согласованы, вы будете в принятии находиться. Когда вы в принятии находитесь, этот поток энергии, да, сквозь вас проходит, ничего не блокируя, вы можете исполнять ваше желание как по маслу, не притягивая их за уши какими-то техниками, визуализациями, или вот у нас сейчас на марафоне девочки отделились, был женский марафон на 700 человек, блин, и какая-то там 150, сотня человек, 150 человек отделилась в отдельный чат и начали там синтологию гнать, короче, у них там шаманские всякие штуки, они хотят притянуть эти желания, но вот если вы сейчас смотрите этот эфир, девочки, поймите, что у вас есть очень много причин, для чего вот это желание, которое вы хотите притянуть своими сектантскими способами, почему вы его душой своей сейчас не исполняете, разберитесь сначала со своим противоречивым желанием, разберитесь сначала со своими страхами, куда ставить машину перед тем, как её хотеть, разберитесь со страхами там, как её страховать, где брать деньги там, для того, чтобы её обслуживать, и куча других противоречивых желаний, с ними разберитесь, и тогда ваше уже желание иметь машину осуществится само по себе, потому что ему ничего не будет препятствовать сейчас этому желанию препятствуют противоречивые желания они все у вас согласованы в данный момент то есть не надо за уши притягивать до техники работают все вот я прям могу вот они вот так вот как орешки вот щелкаются вот ты только подумал о чем-то станцевал там напел зарядился энергией и фокус свое внимание направил и чувства на свое желание но исполняется но с этим желанием придется разгребать столько говнишка просто с которым вы расставаться ну не собирались вы не хотели чтобы она проявлялась потому что есть причины эти причины они все вылезут и вам придется расхлебывать просто поэтому первое чему вы должны научиться это принимать тот мир который у вас сейчас данный момент есть почему то это хорошо и найти еще и причины почему это хорошо есть куча выгод почему это хорошо но вы пытаетесь за уши это все притянуть а потом страдаете почему мне так плохо ой машуля привет с камчатки и кого я вижу ничего себе так все понятно хорошо слышно так я думал мне из-за наушников запаздывать не я вижу то что я говорю вам не потом губы по-другому идут у меня наверное потому что моргнул телефон когда зарядка закончилась и все и теперь эфир как косо криво записывается да маш привет у меня было желание посмотреть эфир с тобой это тут да спасибо очки видать у меня тоже было желание выйти в эфир с вами поздороваться а чего вы не спите 50 человек ну-ка расскажите на камчатке сейчас 10 утра понятно почему мы не спим у меня сейчас час ночи 20 минут все синхронно но я вот прям вижу как мечеть запаздывает там пару секунд здесь сейчас в чате написано роб роботом там кристина присоединился скобочках ась я каждый раз читаю ась 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 вообще робот просто так добавляют перезагрузила и но раз звук видео соответствует а ну все хорошо спать шла и ты тут ну да у кого-то время вообще пол четвертого утра сумасшедший ну хотя как и я я тоже так рано ложись спать или объясни как убрать значимость это тоже тормозит исполнение желания но любая значимость это же любая крайность то есть тебе нужно осознать что такое вообще значимость почему ты впадаешь в какую-то крайность естественно крайность край рамка она тормозит не впадать в крайности находить новую середину а тут уже отдельно шаблон до разбирать то есть не шаблон крайности то есть крайность она бескрайна почему и каскады скажешь сходу все можно привести крайности даже бесконечность можно сделать крайность то есть все что вы можете представить это крайность будет крайностью даже бесконечности даже бесконечности большую длинную черную того и уже ограничили потому что вы ее назначили и обозначили до тех пор пока вы не обозначили то есть получается крайности не существует как и бескрайности не существует есть целая крайность она бескрайна здесь для чего мы шаблон это трансформируем до чтобы не упираться в них а смотреть на это все нейтрально сынок посмотри швейцария ой мам как нейтрально конечно в англии 10 вечера детского времени у классно а я не сплю потому что залипла на нелли только вчера наткнулась на видео ваши ой я вам даже немножко завидую потому что столько вам придется классного в эфории просто послушать привет германия тоже привет англия привет швейцария привет ну вы вообще европа я сегодня хотела записать тебе признательность за марафоны тут ты завтра запишу давай давно тебя не смотрела мы буквально вот вчера с викой были два часа включила твой эфир с викой возник какой-то вопрос тут прямой эфир сразу и забыла вопрос так вспоминай написала только что слева аккаунта вопрос хотели задать а я с незнакомыми не общаюсь еще раз написали а тебе написали слева аккаунта вопрос хотели задать а я с незнакомыми не общаюсь внутри странное ощущение вопрос в чем я с незнакомыми тоже не общаюсь как века говорит я я не знакомлюсь с незнакомцами тоже анекдот да прописываю желание поняла какие чувства стоят за желаниями как дать себе эти чувства ну вот вчера да у нас в эфире был такой вопрос как дать себе чувство уюта например но это же миллион способов есть включить свое творчество фантазию для меня даже одеть теплые носочки нарисовать камин сесть возле батареи погреться будет очень уютно вот ну еще уютнее конечно это будет посидеть возле камина накрывшись пледом а если уютно так пристроить котика а я люблю котиков и помурлыкать с ним погладить будет очень уютно то есть ну чувство уюта ну вы же должны примерно хоть как-то понимать вот на что прочувствовать нужно какую-то атрибутику себе создать мне бы камин помог теплые носочки кошечка или какой-нибудь теплый мужчина так уютного в объятиях наверняка было бы вот а муж у меня в москве хотел сказать если без него не уютно уютно у меня теплые носочки есть и вика под боком на время шикарный пример софта поняла почему нет квартиры потому что нет денег на ремонт это стопорит покупку не понимает куда взять деньги вуаля все стопорится причем это не одна причина есть ну как шаблоны убеждения наши неверные мы всегда убеждены в какую-то крайность это всего лишь там уж и слона мы его целиком не видим мы упираемся думая что вот это так а то что думаем то и воплощается вовне поэтому в бойтесь своих вот этих вот думок и всегда говорите так стопы откуда у меня такое мнение на это мнение откуда у меня такое мнение вообще пришло с чего я взял это же всего лишь одна точка моего зрения я же могу поменять точку зрения посмотреть с другой стороны а мне вот интересно как произойдет что у меня появятся деньги а мне вот интересно как я смогу сделать ремонт а неужели для ремонта нужны только деньги у меня вот буквально 100 сегодня был с утра я заскринила у девочки тоже не было ремонта она хотела ремонт и и тут случайным образом ну как обычно случайным не случайным образом на фоне пишет парень игре слушай посчитай пожалуйста сколько тебе денег на ремонт нужно я тебе дам просто так все шаблоны рассоздали и стало интересно а как она сделает ремонт без денег поля и пожалуйста вот но плюс она внутренне готова была вся проблема в том то что мы не готовы расстаться с нашими привязками за которой мы держимся вот ну прям реально не готовы мы хотим машину и нет потому что мы не готовы встретиться с теми трудностями которые эту машину принесет мы не готовы получить квартиру потому что мы думаем что а мне будут завидовать а вот все на начнут в гости напрашиваться я не знаю как отказать чтобы они не приходили у каждого свои тараканы дурацкие давно дурацкие примеры привожу но они блин в голове есть у народа что блин у меня будет квартира и все там придется вообще там бумажки на нее собирать надо это лень и так далее мы берем рассматриваем все противоречивые желания почему это абсурд с чего я так решила не понаблюдать как они по-другому интересно решаться то есть нам нужно хотя бы допустить в своей голове что может быть по-другому а как допустить разрешить себе допустить вот мне интересно как по-другому ведь если вы посмотрите назад свое прошлое вспомните сколько интересных ситуаций с вами происходило когда вы не платили деньги а желание исполнялось или вы чего-то не умели а ну делалось или вы чего-то не знали а ну откуда узнавалось а вы при этом не сидели в библиотеке не смотрели там видео он или давыдов еще что то то есть вспомните такие моменты разрешите себе подтвердить то что такое возможно мы же всегда уверены что деньги только от работы приходят и это невозможно по-другому но ты в этом уверен держи получает и творец твои мысли творят твою материальную действительность во что веришь что ты получаешь о чем думаешь что ты получаешь то есть понимаете вот вот как мы смотрим на мир вот такой вот и есть вам нужно всегда допускать своей реальности что возможно может быть по-другому мне интересно как вот просто допустите такую мысль вас сразу меняется шаблон и вы наблюдать начинаете другое то есть тут вы четко были уверены что денег у меня нет деньги не придут деньги надо заработать работы нет денег не будет и все я короче в жопе вы сидите в жопе вы сидите без денег потому что вы уверены и все и даже если вам вот тысячи микки маусов вокруг вас вместе со мной будут говорить то что алё а давай я тебе деньги дам вы даже не услышите вот у вас шторки на глазах вы даже не услышите что вам их предлагают ой а давай я тебе там подарю вот это ты продашь вы даже это не услышите вам будут столько возможностей стучаться в двери а вы их просто не увидите потому что у вас есть такой шаблон что это невозможно и вы просто не видите а вот эти возможности они стучатся к вам блин ежесекундно просто в разных вариантах приходит вам человек какой-нибудь там в гости а вы блин такой классный пример хотел а я не знакомлюсь с незнакомцами разворачиваете его и он уходит он идет по спускается блин черт я вот хотел миллион кому-то подарить не удалось и все упустили привет с берлина о класс привет а я в краснодаре люблю ночные эфиры я залипла на теме квантового бессмертия теперь со всеми пытаясь на эту тему поговорить ой катя тебя посчитают сумасшедший опухоль на коже лица расскажи куда смотреть что прорабатывать но все что с кожей кожи связано это все наши подавленные чувства которые мы себе не позволяем считаю что они плохие неправильные вот неважно начинает мелкого прыщика заканчивая какими-то псориазом опухолью любыми вообще проблемами на коже это все что мы не хотим проявлять ну здесь еще если лицо то это связано ну что вы не хотите проявлять что вы не хотите признавать а в каком она месте расскажите глаза там но щеки лоб сейчас я увижу сообщение дальше начну отвечать можно электрических камин можно но если вот в данный момент я хочу уюта электрического камина нет я кстати я недавно хотела уюта буквально час назад и я себе апельсиновый чай с корицей заварила и вот когда я пила я прям наслаждалась этим запахом офигенным потом вкусом было очень уютненько плюс мы еще троллили всех в чате марафона что делать с недоверием в начале марафона у меня появился чё с ним делать раз создать шаблон доверие недоверие мы же давали инструменты как это делать появился заказчик но еще проплаты не было поэтому написать не могу про эту ситуацию но блин хочу но боюсь сглазить курлайт чё ты хочешь чё ты хочешь если ты боишься что он сплывет значит твое желание чтобы он всплыл то есть все наши страхи это наше желание естественно для того чтобы получить какой-то опыт если ты боишься что он сплывет с крючка то тебе нужно признать так мое желание чтобы он со мной не сотрудничал почему для чего какие выгоды зачем я себе торможу с ним работа то есть там выгоды есть какие-то тебе так будет спокойно ты можешь полениться у тебя будет больше времени там на паркмахерскую или еще что-то я не знаю какие у тебя причины и проработать кто такие микки маусы а с микки маусами я ржу все люди вокруг это проекция проекция моих клеточек головного мозга люди своей головы я их называю микки маусами то есть я не вижу людей ну вот как отдельный мир они видят ну свой мир по-своему я свой мир по-своему вижу и все что я вижу вокруг в людях это мое мое отражение то есть между мной и человеком вот зеркало просто стоит и все что стоит за зеркалом я не знаю я вижу себя только свое отражение я называю мои ими 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 ки маусы они мне все эти люди показывают то что я в себе не принимаю неважно плохой это хорошая темная сторона светлая сторона мне я не такая красивая одни красавчики вокруг я буду смотреть на них блин облизываться потому что в себе красоту не принимаю но если они будут вызвать какой-то там дискомфорт либо буду видеть них красивых и в себе как отражение смотря как я буду смотреть но весь смысл что весь мир просто меня отражает какая есть на самом деле кто сейчас вам не видит там истеричку тупую неправильно ну вот он такой он такой на самом деле что поделать а все что вижу в вас мое то что вы видите во мне это ваш и поэтому микки маусы нарисованные персонажи ну конечно утрирую естественно это такая шутка но блин тут есть доля шутки про не знакомлюсь по ходу боюсь неизвестности а она стучится да ну как бы наша жизнь это же поход в неизвестность поход в то что мы не знаем в новое творчество творчество от слова мы творцы мы творим этот мир творить это создавать новое творчество рождается в новом в копиях нету творчества естественно чтобы мы творили жили и наша жизнь стекла как по маслу исполняя наше желание нам нужно и всегда идти в новое так приятно я живу в краснодаре с первым снегом о да кстати у нас наконец-то выпал снег но он сразу растаял и я кстати не помню не видела опухоль на носу переносится недалеко от глаза вот ну уже проще до нос слезы нос принятие и отдавания вдох-выдох вот подавила в себе чувства какие принимать до отдавать стыдно брать стыдно брать и жалко отдавать ну признаться что во мне есть жалость и я тоже трансформировать нужно и признаться в своем стыде и откуда ноги растут откуда этот стыд вообще разобрать что такое стыд почему мы стыдимся что такое стыд подскажешь подсказочку у тебя стыда нету не стыда не совести стыд возникает в тот момент когда мы навешали ну там просто десятки шаблонов о том как надо и как не надо как правильно и как неправильно что есть хорошо что есть плохо и если мы выбиваемся из этих рамок шаблоны да если мы пытаемся пойти по своему желанию у нас возникает чувство такое стыда но на самом деле стоит надо любить это то куда вам нужно бежать это как же как и в страхе свои то что вам больше всего страшно там куча энергии и вашем стыде ваш маячок ваш просто талантище раскрывается когда вы туда идете стыд и мы еще испытываем когда проявляемся по-настоящему ну то есть естественно по-настоящему показываем кто мы есть на самом деле вот и мы себя настоящего показали и нам за это стыдно потому что воспитание воспитание да в детстве в школе там в садике нас воспитывали не плачь пример неважно мальчик ты или девочка если мальчик так вообще ты кремень мальчики не плачут и как бы плакать это стыдно и как только ты проявляешь свою настоящую эмоцию которая бы дала тебе много бы энергии вот ты вспоминаешь детство ну подсознание подсознание помнит детство которое опять же здесь сейчас рождается как подсказки ну ладно и не будем про это сейчас я просто вот чтобы блин сильно далеко не углубляться в стыд и в страхи советую вам начать использовать как маячки как стрелочки куда идти чтобы не сворачивать с дороги ну то есть вот течение идет ваша жизненная вот чтобы не сворачивать никуда не сопротивляться вот идти в стыд и в страхи если вы не можете их там с психологом проработать с собой проработать то просто идите и сделайте это вам были полегчает вот столько энергии у вас будет горы сворачивать но надо просто осознать откуда ноги растут почему мне стыдно себя проявлять почему я не могу быть настоящим мне навешали на уши о том что если я буду себя настоящим проявлять то на меня пальцем будут показывать меня судят или еще что то вот ну в таком роде то есть не плачь это плохо что тебе подумают бабушки и мамы нам говорили такое в детстве либо ой фу ты испачкался это уж такой кошмар такой ужас да руки тебе надо там по отрубать ну такое вот в сердцах часто взрослые детям говорят а дети они же как губка все впитывают и потом вот блин вырастают лбы здоровые и боятся всего на свете и боятся вот это проявить поэтому есть куча техник на этот счет вот мы сейчас на марафоне делали как раз вчера рассказывала поход в детство одно из можно трансформациями шаблонов а можно пойти в детство и вспомнить вот эти моменты когда вам такой горели так вот это не делай нельзя фу-фу-фу стыдно будет или не плачь там что тебе подумают сходить туда и маме так же сказать мама тебе не стыдно самой такое мне говорить забирать свои шаблоны обратно не нужно мне это обнять себя маленького то есть вы большой идете к себе в детство обнимаете маленького рассказываете блин да проявляться это же круто проявляться это классно показывать свою уникальность это здорово не надо делать шаблонными всех одинаковыми это же так круто и расскажите себе маленькому пока вы будете рассказывать ну ваши там в голове неродные связи они там перешелкнутся ну или а как ты общаешься с другими людьми ну не все же такие прокачанные ты рассказываешь о причинах себе или просто не поддерживаешь беседу вообще ужасно с ней общаться я вообще на эти темы не общаюсь кроме прямых эфиров и марафонов я обычный человек общаюсь о том какое мне сегодня платьишко классное прикольный маникюрчик что я сегодня ел ну как обычно обо всем куда я ходила что дело книжку читала там фильм про любовь какой-нибудь расскажу который недавно посмотрела ну то есть как обычный человек так так а когда я высыпание на лице прорабатывала у меня оказалось то что я не хочу на себя смотреть со стороны под другими углами только так и не иначе проработав реально прошли все высыпания вот елена еще рассказала классно кожа это еще знаете что вот у кого проблема с кожей вот именно прыщи идите вот самый лучший способ пройдет ну у девяносто девяти процентов людей у кого есть прыщи обнимите маму и скажите что вы ее любите вспомните как давно вы обнимали близких людей маму папу бабушку как давно вы им говорили что вы их любите вот если вы пойдете и обнимите дорогую мамочку папочку вот своих родителей и позволите себе да вот эти чувства потому что очень много людей в семье не проявляют чувств не обнимаются не говорят что любят родителей когда с маленькими детьми мама с папой они там постоянно там тискают обнимают целуют говорят я тебя люблю вот чуть-чуть ребенок подрастает все какой-то холод страшно подойти к маме страшно подойти к папе страшно обнять блин это вообще какой-то кошмар как так живем и у меня тоже такая ситуация я очень редко обнимаю маму вот сейчас пойдем с ней нет сейчас ночи не пойдем завтра встретимся она на втором этаже у меня сейчас спит обниму ее спасибо что блин задали такой вопрос прям захотелось маму обнять но у меня с лицом все хорошо вот но у кого проблемы высыпания особенно лице это конфликты еще и с родителями к тому же но опять же подавленные эмоции подавленные эмоции прежде всего любви любви внимания заботы к себе а мама же тоже часть вас и когда вы маму будете обнимать вы будете ощущать не то что вы маму обнимаете ей любовь дарите вы себе в этот момент подарите любовь потому что вы обнимите маму будет вам хорошо то есть мама уже вторично вторичная выгода подарить маме тепло себе подарите тепло так ой раньше времени отправила раньше оттуда заказ так это я что там не то уже читаю те люди которые вокруг они же существуют ну в своих реальностях они существуют в моей как бы и мое тело иллюзия весь мир иллюзия просто когда ты начинаешь работать блин шаблонное мышление начинаешь видеть мир по-другому как будто ты под наркотой можно можно спокойно рассоздать какой-то предмет блин и удивляться он же только что тут был оказывается его никогда никто не видел кроме тебя его нет такое тоже может быть есть приколы такие в интернете ну кто работает с сознанием подсознанием типа быстро не оглядывайся назад а то текстуры в картинку не успеет собраться испугаешься ну я верю в то что мир весь вообще иллюзия эфир деживю да слушай я очень много про это уже говорила в других эфирах по любому будет очень много знакомого вот мне было наверное стыдно выходить в эфир по импульсу сделала получила заряд удовольствия во всем теле наблюдая что дальше произойдет с интересом вот классно посоветуйте крутую книгу какую-нибудь и фильм тоже фильмы я корейские смотрю дорамы либо лакорны тайские они там такие жесткие ух про любовь люблю корейские ужасы поэтому я фиг знает вот что вот вам такое советовать у меня вкус специфический еще люблю аниме дневник смерти мой любимый фильм сериал и книжка где можно было имена вписывать и человек умирал да что почитать что почитать что почитать хакер листы Вика предлагает почитать книгу деньги и скоро будет книга зубы ой я даже не знаю что почитать я бы например сказки бы почитала там столько умного вот в любой сказке столько мудрости читаешь и думаешь блин откуда не знали про квантовую физику откуда не знали про это все вот я читаю иногда сказки вспоминаю книжки из прошлого в детстве то что читала такие прям например не знаю ка на луне там алиса в стране чудес кстати вот ее перечитайте блин это вообще космос и фильм кстати алиса в стране чудес там можно каждую фразу просто записывать обвешивать стикерами квартиру и просто ходите офигевать насколько они кайфовы эти фразы так сегодня трансформировала программу прилично неприлично о классно давай почитаю приличность это маска какой-то удобной удобной личности и неискренней а не приличность это открытость без маски со стыдом откликнулась ведь стыдно быть неприличным угу приличность в неприличности я полностью согласна а не приличность в приличности да ну или дискомфорт от чего либо принимать или прорабатывать ну вообще когда дискомфорт это мы себя толкаем там на что-то потому что в комфорте комфорт он в дискомфорте то есть мне когда дискомфорта я двигаюсь мне в движении комфортно а когда у меня комфорт то есть все есть я расслаблен лежу тут на диване уже блин весь жиром затек у меня все есть мне двигаться никуда не нужно мне уже на душе дискомфортно потому что я не двигаюсь то есть моя жизнь как день сурка стремиться не к чему то есть для меня комфорт это дискомфорт мне в дискомфорте офигенно я как рыба в Одессе чувствую в дискомфорте, когда нужно куда-то что-то бежать, и мне вот это вот напряг, вот этот кайф даёт, вот энергию он мне даёт, мне интересно, развитие вот этого событий мне интересно. Как знаете, в кино пришли, развиваются события в киношке, там сначала идёт зарождение, да, какой-то ситуации, там пик, развязка, и вот самый вот этот пик, как там всё завязалось, потом идёт развязка, мне вот это интересно, экшн смотреть, ужастики, там какие-то, ещё что-то. Когда дискомфортно, некомфортно. Так что, что тут прорабатывать? Нужно понимать, если тебе сейчас дискомфорт, то у тебя какая-то движуха просто происходит, и если ты наблюдатель, наблюдаешь эту движуху, ну тебе будет классно. Так. У меня с мамой проблематично, а с папой легко, легко обнимай и целуй. Так, иди в дискомфорт, обними папу, узнать. Ой, маму. А если со своей свекровью проблемы, со своей мамой работать надо? Нет, с собой. Что свекровь тебе показывает? То есть, что она тебе отражает? Что ты в ней не принимаешь, тебе нужно принять, что да, я такая, и увидеть целое, то, что ты отрицаешь в ней. Ну, я, например, хорошая, добрая, а она там злая и плохая. Надо соединить добро и зло, что это одно и то же, а хороший и плохой? Хороший и плохой. Хороший и плохой. Почему? Почему плохой — это хорошо? Почему плохой — это хорошо? Блин, ну это же очевидно. Нет, плохой — это то, что тёмное, негативное, непроявленное, то, что мы ещё не знаем. Это же хорошо, что мы ничего не знаем, потому что, блин, вся жизнь в неизвестности, в творчестве. Это классно. Когда всё плохо, это хорошо, это у меня сейчас творческий процесс. Я познаю из неопознанного, из неопознанного, тёмного перевожу в светлое, опознаю, начинаю видеть. То есть, это же есть процесс любви. Увидеть тёмное, перевести в свет. Во, как загнуло. Бррр, а начала-то с чего? А, про хорошо и плохо со свекрови, да. Например, она критик, а ты такая белая, пушистая. Ты себе не позволяешь критиковать, рассмотреть. Критика противоположна. Какой будет шаблон, крайность? Критика и похвала. Да, ты такая вся правильная, хвалишь всех, а тебя критикуют. И ты ненавидишь в людях критику, что тебя критикуют. Тебе надо разобрать, почему критика, и ты есть похвала, и чем она хороша. Вот в чём, в чём вот прям такая хорошесть в критике? Что она даёт? Почему она тебе рост даёт? Почему, блин, ты можешь обратить внимание на это? Где там прелесть-то вся? А почему в похвале может быть стагнация? То есть наоборот. Тебе надо соединить целое. Почему похвала – это критика, а критика – это похвала. Либо у тебя свекровь нудная, а ненудная противоположная – это что? То есть мы всегда крайностям находим противоположность и схлопываем в единое целое. Соединяем две стороны медали и начинаем видеть медаль. То есть медаль одновременно и решка, и орёл. Она не может быть только решкой, и не может быть только орлом. Понимаете? Вот медаль. Ой, монетка. А у медали орёл и решка нет? Монетка. Она одновременно и орёл и решка – две стороны. Когда вы одно отрицаете, вы второе автоматически не получаете. То есть вы хотите чувствовать комфорт, но вам всегда будет дискомфортно, потому что вы этот дискомфорт хотите в себе подавить и не разрешаете ему быть. Потому что вы считаете, что дискомфорт – это плохо. Разделили, блин, на две части. И тогда комфорта вам не видать. Если вы считаете, что что-то плохое и хотите в этом видеть только хорошее, вы в этом хорошем себя не почувствуете хорошо. Вам будет хреново. Только потому, что вы опять же давите вот эту вот сторону, какую-то часть вот этого целого. Все чувства, они как бы нейтральны. Нейтральны для оценки ума. Так-то чувства, они разные в теле, естественно. Но они нейтральны по своей природе, по сути какой-то. То есть это одно и то же. Взять вот всё, что угодно, оно нейтрально. Блин, как Швейцария, сынок, смотри, как нейтрально. Мы сами своим умом наделяем, делая это плохим либо хорошим, правильным или неправильным. Для одного это будет правильно, для другого это будет неправильно, для кого-то это будет нейтрально, для кого-то это будет, блин, и тем, и тем. И каждый вот как рассматривает. Другой вопрос, зачем нам делить или не делить, рассматривать, соединять вот это вот всё. Все крайности нам мешают двигаться и исполнять наши желания. Все крайности нас тормозят, останавливают, дают нам уныние, состояние оскоки и лени. И у нас нет энергии, когда мы живём в этих крайностях. Если вы начнёте видеть целое в любых чувствах и вот в шаблонах ума своих, у вас всегда будет энергия двигаться, что-то делать, вы будете лёгким, блин, вы будете чувствовать состояние такое, когда вообще вот вроде как и пофиг, и вам интересно. Вас не трогает и не убивает это и не вгоняет в депрессию, но в то же время вы не впадаете, опять же, в неудержанную какую-то радость. Это же тоже крайность. Вам, блин, свободно и легко. То есть вы не заморачиваетесь, как бы нейтрально. Но вам интересно двигаться при этом. То есть вас не беспокоит ничего. Но когда ничего не беспокоит, то тоже плохо. Это опять уныние будет и лень. Вас не беспокоит, это как проблема, можно так сказать. А вы смотрите на ситуацию, и вам от неё... Вам хочется её решить, но, короче, вы не убиваете себя при этом. Что вот проблема, блин, как её решить, я не знаю. Вы идёте и действуете, и смотрите как на игру. Короче, вот любую проблему переворачиваете, как будто это игра, вот это квест. Вы просто пришли поиграть в квест, заплатили деньги, и вам дали в комнате страха пройти там лабиринты какие-то. То есть вам на всё надо смотреть вот как с позиции игрока. Нейтрально. Вот вы в киношку... Блин, сейчас я... Во! VR! Вспомнила. Кто играл в эти VR, и когда очки одеваешь в виртуальной реальности, либо ходил в кинотеатры в виртуальной реальности, или ещё что-то. Вы знаете, что это понарошку? Ну, оно всё так реально. Вы реально орёте, вам реально ржачно, вам реально страшно, вам реально... Вы испытываете все гаммы чувств, при этом умом понимаете, что это просто игра. И вот к жизни надо так же относиться. Это просто игра. Но при этом позволять себе наслаждаться любыми чувствами. И страхом. Ну, это круто. Мы же не просто так ужастики смотрим с вами, и ходим, блин, играть в эти войнушки, там какие-то на компьютере, идти в VR играть, либо смотреть страшное кино какое-то. Потому что мы хотим этих ощущений, мы в себе их давим по жизни, а ощущения нам эти нужны, потому что мы все гаммы чувств хотим испытывать. Поэтому мы эти ощущения там в киношке ловим. Кто не смотрит киношку, ужасы боится, и не подпускает вообще в жизни, то ваш ужас, он рано или поздно дойдёт до вас, придёт, и осуществится в жизни. То есть вы такой ужас испытаете, пока будете его копить. Не копите, разрешайте себе испытывать потихонечку ужасы какие-то. Ну, блин, разрешите себе испытывать страх какой-то. Разрешите, вот боитесь пауков, идите, сходите в этот террариум, посмотрите на них. Они за стеклом. Ну, ничего страшного нет. Дайте себе вот эти какие-то эмоции, которые вы хотите. Короче, надо за телом наблюдать, что оно хочет. Ух, я помимо того, что стал обнимать родителей, я стала ещё говорить, я часть тебя, и я себя люблю. Вот тогда реально такой сдвиг происходит. Там такое поднимается, родители вообще как подменили. Круто, Елена, спасибо. Вот это техника классная. Ещё раз, технику Лены. Я обнимаю родителей и говорю, я часть тебя, и я себя люблю через тебя. Ну, то есть и тебя, и себя, и нас вместе. И тогда сдвиг. Классно про детство. Второй раз осознаю, что нужно вернуться в детство, к себе, отдать шаблоны, разговаривать с собой, дать себе любовь. Очень действенно. Очень много людей было в марафоне, которые это сделали, и потом описывали, ну, такие странные вещи. Нормальный человек со стороны скажет, боже, это что вообще? Такое не может быть, это сказки. Вот. Но нас было много, и у всех походу крыша поехала. Мы начали вспоминать такие вещи после похода в детство, которых не было. И причём, прекрасно понимая, что их не было, но ты их помнишь. И они есть. Ну, потому что в голове нейронные связи перестраиваются, когда ты идёшь к себе в прошлом, и разбираешь там шаблоны в прошлом. Кто меня сейчас повьёт? Я не знаю. Ладно. Надеюсь, кто не спит, меня повьёт. Сегодня посмотрела фильм «Легион» по телевизору. Раньше считала фильмом ужасов, а сегодня по-другому увидела. Я, кстати, даже его не смотрела. А если у сына на щеках, почти на всём теле сыпь, ему 9 лет, обнимая его часто. Так. Чего ты себе не разрешаешь? Как часто ты испытываешь злость? Как часто тебе хочется плакать? Как часто ты испытываешь какие-то эмоции, когда последний раз их испытывал? Что ты разрешаешь себе проявлять? Что нет? То есть сын тебе транслирует твои подавленные эмоции. Ребёнку не надо разбираться с ними. Дети всегда играют только для родителей. Какие-то подавленные эмоции. Что-то ты себе давно не разрешал, и надо разбирать, на листочек выписывать, наверное, что я хочу делать, как я хочу себя вести. В обществе, кому я что-то давно хотел сказать, а никак не говорю, пойти, высказать, высказать и проявиться как-то. Либо придумать нейтральные способы, как злость свою можно проявить. Ну, не на человека орать, а пойти там посуду побить, в лесу покричать, пойти там со злостью дрова нарубить. То есть приятное с полезным сделать. Надо как-то проявить эмоции, которые ты себе не разрешаешь. Мужчины, вот они, например, должны плакать. Но нас с детства учили, что не должны. Это хреново. Поэтому мужчины живут намного меньше, чем женщины, из-за того, что у них очень много подавленного. Хотя мы бессмертны, но Микки Мауса живут в жизни меньше. Мне посоветовали фильм «Довод». Так, «Довод» я смотрела. Прикольный, но надо думать там очень много. «Народные сказки». Там шаблон на шаблоне. В «Народных сказках» там, да. Кстати, там, ну, блин, в «Народных сказках» это вообще, я не знаю, там, столько истины. Вот ты Библию берёшь или сказку? Вот что там, что там, одинаковое количество, наверное, истины. В каждой фразе, в сказках. Вот Емеля, он не боролся, он наслаждался жизнью, у него была куча энергии. Блин, он всё получил. И красавица, и полцарства, и всё. И желания там исполнялись. И, блин, любую сказку возьмите. Сохрани, пожалуйста, эфир. Попробую, да. Рассоздать шаблон контроль и бесконтрольность. Контроль и бесконтрольность. Ну, смотрите, контроль в бесконтрольности. То есть я всегда контролирую, бесконтрольно контролирую. То есть я не могу контролировать свой контроль. Вот кому скажи, контролируй свой контроль, вы не сможете. У вас всё время идёт контроль, а вы его хотите убрать. То есть вы понимаете, что контроль — это шаблон, и вы контролируете свою жизнь. Тем самым, когда вы её контролируете, вы не даёте этой жизни течь по течению, и легко, чтобы всё было. Вы контролируете, ставя в рамки ваши жизненные вот эти шаги. То есть у вас какой-то там план есть, обязанности, обязательства, правила. Вот. И вы это всё контролируете. Эмоции контролируете. И ваша жизнь поэтому постоянно на каких-то кочках. И вы вечно запинаетесь. И вы меня спрашиваете, как этот контроль убрать? Если бы вы контролировали этот контроль, то вы бы его смогли бы убрать. Но он-то у вас бесконтрольный. То есть контроль, она в бесконтроле. Как ещё по-другому объяснить? Можно контролировать свою бесконтрольность. То есть стать бесконтрольным и следить за этим. Контролировать свою бесконтрольность. То есть ваш шаблон перевести в талант. Пустить всё на самотёк и контролировать, чтобы всё было на самотёк. Понимаете? Вика, я правильно говорю? Да. Мне нужны подтверждения от Вики сегодня. Обычно, когда кричишь на человека в моменте «вдруг, то дров рядом нет». Согласна. Но когда вы кричите на человека, вы должны сейчас начать учиться быть осознанным и понимать, почему я кричу, во-первых, на своего Микки Мауса, почему я навесил на него свои ожидания, почему он должен делать, как я хочу. Блин, у него своя жизнь. Какого хрена я вообще требую? Я-то сам не могу делать то, что я хочу. Я себе не разрешаю жить по своим желаниям, потому что у меня есть куча правил и обязательств. Так я ещё и другому не даю жить по своим желаниям. Он должен по моим жить. Ну, прикиньте. Если вы начинаете это вспоминать, орать перезахочется. Потому что, ну как орать на человека, которого я заставляю играть под свою дудку? Я его заставляю за ниточки дёргая делать то, что я хочу, а он, скотина, не делает. Поэтому я на него ору. Вот он хочет бухать, а я ему такой, нет. Но я же знаю для нас всех, я же мамочка, блин, для всех. Ты пофиг, что взрослый мужик, но я-то за тебя знаю, что тебе пить нельзя. Вот. Меня это раздражает, типа. Ну, как бы, да, раздражает. Я должна его носом ткнуть, что вот ты неправильно делаешь. А он хочет по своим желаниям жить, понимаете? Он хочет, чтобы его не контролировали. Он-то и пьёт только из-за того, что он не может жить по своим желаниям, его контролируют. Ему хоть как-то расслабиться-то нужно. Чтобы он перестал пить, вам надо перестать человека контролировать. Он расслабится, и, блин, ему тогда пить не захочется. Он пьёт только потому, что вы его пилите. То есть получается, что мы человека обижаем и ореем на него только тогда, когда он не оправдал наши ожидания. Трансформируйте шаблон ожидания и неожиданность. Во-первых, какого хрена мы ожидаем от жизни, если мы не знаем, что будет через секунду? Мы ещё и по этим реальностям скачем, что, блин, непонятно, что будет завтра, что через час. Мы уже хотим это всё законтролить. И ещё законтролить мало себя не можем, да? Ещё и других людей захотим законтролить. Но всё равно не получается ни себя, ни его контролировать. То есть перестаньте навязывать свои ожидания. Выключайте роль мамочки учить. Мамочка роль мамы может включать только к своему ребёнку. Вот женщина родила ребёнка, она может включить роль мамочки, его учить. Это её обязанность учить маленького ребёнка. Но мужу вашему, друзьям вашим, родителям вашим и любым окружающим, кого вы не рожали лично, вы учить не должны. Почему вы их должны учить? У них есть свои мамы, которые их будут учить. А вы учить их не должны, не надо. Но вы постоянно пытаетесь их учить. От этого злитесь, что они не хотят плясать под вашу дудку. А представьте себя на их месте. Вам будут всё запрещать делать. От вас будут что-то ожидать. А вы же тоже не хотите подстраиваться под чужие ожидания? Вот если вы начнёте хотя бы так думать, когда решите поорать на кого-то, то половина спеси сойдёт. А потом в следующей ситуации вы это вспомните и ещё меньше будете кричать. Плюс не надо это накапливать, надо с проблемами разбираться сразу. Ну как с проблемами? Проблем-то нет, это просто повод обратить на это внимание, где я торможу. И всё. Проблема — это не проблема на самом деле. Кто считает, что у него в жизни есть проблемы, придётся ему с ними бороться. Кто считает, что проблем в жизни нет, есть только задачи, на которые нужно обратить внимание, для чего я их создаю. Он легко может с этими проблемами расставаться. Если суд с заказчиком себя осуждал, а куда смотреть? Так, суд. Где-то вы себя осуждаете, естественно. Себя осуждаете. Ну в чём где смотреть? В прошлом? В настоящем? Где вы себя осуждаете? Что вы себе не разрешаете? Слушайте, все проблемы только от одного. Подавленные чувства. Всё, вот точка, вот прям конец учебника. Подавленные чувства. Вы не разрешаете себе жить, вы не разрешаете себе быть настоящим, вы не разрешаете себе делать, что вы хотите. Вы ожидаете, мало того, что себе не разрешаете, вы ожидаете от других, чтобы они тоже делали непонятно что. Вы хернёй занимаетесь, и другие должны заниматься такой же хернёй. И вы даже не понимаете, почему эта херня. Вам кажется, что вы все такие правильные, хорошие, добрые, там, и всё такое. Но, блин, потом не удивляйтесь, откуда у вас такие проблемы, долги, болячки, там, болезни какие-то. Только от подавления всей вот этой вот мишуры. Как только вы разрешаете себе какие-то чувства проявлять, вы, блин, разрешили, они проявились, и вы их увидели, и тогда уже можно их, как, обозначить и понять, для чего они. И увидели в них любовь. Почему это хорошо? А я всё не могу успокоиться, куда пропала большая черепаха. Пол района уже ищут, все в шоке. Нету большой черепахи, не было. Реальность поменялась. Мы с той реальностью уже перескочили. Это этот эффект Манделы. Про прошлый эфир, да? Мы продолжаем говорить. Так, шаблон. Не получается рассоздать, что одиночество интереснее семейных отношений. Почему интереснее? Там интересно, и там интересно. Надо и в то, и поиграть, и в то. Почему одиночество интереснее? Мне интересно, например, играть в разном. А если мамочка для мужа, накидывай сразу годков 30 к своим и соответствующие болячки. Соглашусь. Со свекровью поняла. Я выскочка и серая мышка одновременно. Только выскочки свои я не позволяю быть, а серой незаметно мышки разрешаю. Ну, и то, и то во мне есть. Я проявляйся сучка. Да, сучка это я прочитала. Это не я. Не я. Нельчик, помоги. Два заказчика тормозятся платой. Так, Куралай. Для тебя лично. Если ты в чате женского круга находишься, то сегодня уже половину людей заблокировали. Завтра Вика заблокирует во всех соцсетях, в том числе и в Инстаграме, и всех, кто не удалился с женского круга. Это моя маленькая месть. Вот, мы уже в Телеграма во всех группах забанили. Всех, кто там находится, и после женского марафона раздаёт мои бесплатные контенты, ещё меня там обсирает. Короче, все, кто там находится и поддерживает этот чат, не выходит оттуда. Вот, и позволяет себе слышать такие гадости обо мне, и даже не заступается за меня. Всех удаляю. Вот. Я только сегодня увидела этот чат. Да, Куралай. Там сегодня все добавились как раз-таки. Вот. И сидят, не удаляются. Читают, какая я сучка. Я сучка, а вы тут в прямом эфире мне задаёте вопросы, чтобы я решала ваши проблемы. Как я вас обожаю. Так. Ладно, вернёмся к твоему вопросу. Два заказчика тормозят с оплатой. Задерживают. Принимаем. Я принимаю, что я хочу сейчас, чтобы мне не давали денег, чтобы мне задерживали. Где я себя задерживаю? Деньги — это перемены. Где я задерживаю себе перемены? Потенциал для перемен уже есть, энергия для них есть, а я туда не иду. Где я блокирую себе перемены? Почему я не пускаю себя? Вот ты же пишешь. Я что-то не пускаю и задерживаю. Ты задерживаешь вот эти перемены, не пускаешь себя в эти перемены. У тебя сейчас в жизни что-то назрело. У тебя в жизни что-то произошло такое, куда тебе нужно вот прям пойти и сделать уже все решено ты уже желание объявила ну например я хочу пойти на танцы всем говоришь уже неделю это такой пример просто но при этом ты ничего не делаешь ты даже музыку себе не включила чтобы потанцевать хотя бы дома не то чтобы пойти там записаться на эти танцы дорогу перейти купить абонемент ты уже всем объявила и сказала я точно решила что хочу пойти на танцы но ты это не делаешь то есть ваше желание который вот все они уже исполнены деньги на них пришли возможности есть ресурсы есть время есть но вы свою задницу не поднимаете не идете не делаете все заказчики задерживаются деньги задерживаются чё там ну все задерживается вы жизнь топорите ну как бы себе ступы говорите там вещает ржачная тетка шаманка да которая недавно вики делала магический ритуал и сказала вика она ведьма я на женском марафоне раскрыла себе в себе медиума и я теперь знаю про всех людей а вика моя помощница вот она я ведьма записывайтесь я вас по реальностям потаскаю и она такая говорит вика ты ведьма поэтому тебе нужен очень сильный проводник я уныли на марафоне раскрыла в себе ясновидение но на или так хуйня иди долматову он когда руки подержит на твоей голове тогда ты сможешь людей водить за руку по разным реальностям и самое главное я еле поймала два чертика от тебя убегали я так тяжело их ловила поймал отправил их в источник короче две сущности какие-то убегали убегали вот она когда нам это рассказывал это просто по валячку лежали человек искренне верит какую-то хиромантию вот моим марафоны бесполезно они не открывают ясновидение открывают дурку в голове люди так что у кого бурная фантазия и как бы один шаг к шизофрении на марафон лучше не идти ой божечки мои она прошла мой марафон сказала я открыла себе дар создала чат и в этом чате собралась моего марафона людей насильно добавила и там марафонит всех тем что я хреновая дала классные инструменты я им пользуюсь но мне от них сегодня вдруг плохо стало но мне квартиру вчера подарили большую я переезжаю на марафоне случайным образом да но мне теперь плохо ну короче тихо едет шифером шурша крыша и пользуясь случаем кто будет смотреть этот эфир кто заходит в женский круг я вас удаляю вот все кто поддерживает вот эту даму которая меня хуй сосет везде вот вместе там другими некоторыми людьми которые начинают ее почему-то поддержать прошли инструмент им подарили книжки подарили курсы пошли прошли бесплатный марафон столько всего получили и не пошли блин за место благодарности и сосить меня вот такие дела можете на битву экстрасенсов кстати да пропиарится да ну нафиг ты про танцы сказала а я именно танцы себе же и пообещала спасибо дорогая прочат не стала что такую херню там морозит увидела там уже полторы смс а полторы тысячи смс да короче я подарила книгу но розыгрыш был у меня книга стоит 490 рублей ну блин совсем чуть-чуть денег за ту информацию которая там даю всем приходит блин деньги в десятикратном размере начиная до бесконечности потому что там реальная выжимка офигенно вот прям расписано как творить реальность свою вот прям 123 пойти там туда-сюда сделать то 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 и пошаговая инструкция в трех шагах очень легкая я делюсь этим в прямых эфирах бесплатно статьях бесплатно везде но информация мимо ушей проходит думаю ну ладно хотя бы заплатить 490 рублей купите книжку тогда может почувствуйте ценность и будете более внимательны к этой информации да действительно у людей внимательность повышается ценность повышается они же заплатили блин как-то я не прочитаю да и сто раз сейчас прочитаю пока деньги придут кому-то там на 10 раз начинает приходить доходить так вот выиграла девушка книжку розыгрыш был после марафона и теперь ее всем раздаривает и говорит то что ну вот короче всем в чате всем ее начинает раздаривать и не только всем подружкам и они все говорят но я же ее купила теперь имею право ее раздать всем блять нахуй я их пишу эти книжки блять тогда если блин одну и можно продать а другая пускай их раздарит всему миру ну круто да короче она говорит вот я как бы с ней согласна я уже даже тут два по полка двух концах она говорит что многие ее поддержали я кстати тоже поддерживаю почему-то если я купил книгу я могу с ней делать что хочу могу дать ее всему миру почитать блин согласна вы чё-то близ здесь не то чё не пойму они говорят ну ты жена или нас сама училась что надо делиться отделение это расширение делиться своим согласно чужим ну как бы так она разводит читает таланты в отчетах а потом про таланты рассказывает ксения пишет да я смотрела как ты говорила про нее ой так куралай ты прикинь да вик ты прикинь я и сказала то что ты на танцы не пошла она сказала что это мое желание было объявлено как раз я на танцы и не пошла офигеть короче курала иди на танцы будьте два клиента которые 22 лет два клиента заплатят по этой сумме еще 22 клиента придут три раза больше оплатит по прайсу люди вы вообще о чем закрыла один долг полностью и два почти закрыла это бесплатно это еще не все задания я сделала более эффективного обучения у меня еще не было спасибо вероника очень приятно да я действительно на марафоне за две недели выложилась как не знаю кто где купить книжку хочу ой книжка у меня в инстаграме для тех кто смотрит на youtube и приходите в instagram ссылка под видео в инстаграме в профиле ссылка на топлинг менюшка в профиле вот прям профиль вот моего инстаграма картинка моя дальше что у нас там идет описание и ссылка вот нажмите на нее и попадете в меню там куча кнопок курсы книжки платные бесплатные чат бесплатный чат другой бесплатный чат такой бесплатный у меня все там бесплатно путеводитель по видео аудиоканалы статьи там куча всего игры тра-та-та-та-та-та канал стихов там чего только нет все в меню в профиле инстаграма поэтому там купить книжку века написала либо в директ на нафига в директ блин на кнопку нажали книжку получили так все легко ставь ценник 10 лямов за книгу ибо нехер да нет меня деньги сейчас не интересует это же не ради денег а ради того почему вот эту книжку про деньги я сделала бесплатно хотя я вам сказала у меня есть все посты с этой информации у меня есть видео с этой информации ценность человек не чувствует когда ему что-то бесплатно дают он закинул на дальний ящик и все когда ты деньги отдал ты такой блин ну я не могу оставить в покое же за это заплатил мне мама вчера такой пример приводила вот если тебе газету в руки дадут ты же ее никогда не откроешь сразу пойдешь ее на дно мусорного ведра либо там скомкаешь зимой и в обувь эту газету но ты ее не используешь для чтения но если ты купишь эту газету хотя бы за рубль блин мама у меня гениально на сегодня классно про эту газету сказала хотя бы за рубль ты ее прочитаешь хотя бы пару страничек хотя бы концовку и начало но хоть что-то но ты посмотришь в этой книжке хотя бы рубль поэтому я сделала ценник так материалы все бесплатно но вот вообще вся информация бесплатно я тут у меня такой маркетинг я там бабло стригу говорят в чате мы с этого вообще угорели блин марафонов куча бесплатных видео куча бесплатных раздаю информацию разбирая вопросы в прямых эфирах бесплатное что у нас там еще есть каналы всякие рефлексии статьи книжки чек-листы все бесплатно и как бы и все равно мало все равно у меня маркетинг и я деньги стригу да я их стригу но большую часть стригу я на бирже я игрок я классно играю на бирже где блин я сейчас умножаю ну в дважды минимум там раз в неделю свои деньги и вообще не понимаю откуда это все берется либо у меня просто появляются деньги на карточке случайным образом даже не знаю за что просто люди меня благодарят просто так благодарят и все ну не просто тогда им интересно информацию прослушали кто-то квартиру получил и взял мне и отправил деньги вот мальчик сейчас получил там деньги пару сотен тысяч он мне раз отправил получил потому что посмотрел просто мои видео и сделал как я сказала там трансформировал шаблон все ему деньги упали он раз я хочу тебя поблагодарить блин да я принимаю с радостью вот так я стригу бабло обманываю вас всех бедные вы несчастные так вас жалко я вас прямо обдираю после марафона рассосался долг 900 к 900 тысяч суд с клиентов декабре хочу успеть понять в чем себе себя судила после марафона рассосался долг в 900 тысяч а суд с клиентов декабре кристина напиши текстом пожалуйста дай нам знать как это произошло а как понять когда видео готовы будет общее наше а ну я выложуешь в постах везде расскажу в stories расскажу и в прямой эфир расскажу похвастаюсь на ютюбе выложу в канале творение реальности в пути водителя еще кнопку на него сделаю в менюшке так что у нас скоро вирусное видео будет вирус на видео 700 человек участвует где каждый говорит офигенную фразу которая складывается в офигенный текст представьте стоит человека у него лица меняются голоса меняются а единый текст такой рассказывается причем текст бомбический вот видео будет наверно вообще крутое я про предвкушение мне осталось его разыграть номера завтра буду разыгрывать номера оставшиеся человек 50 нужно нам набрать кто хочет поучаствовать видео то есть 50 мест осталось в среднем дата 50 60 примерно мест осталось поучаствовать в этом масштабном вирусном видео которое будет у меня на youtube мы завтра пост напишем на эту тему у меня мозг никак не пропускает инфу что кредит из воздуха можно погасить как это обойти понимаете фишка такая он не из воздуха раствориться и вы такие были как это так они взяли растворились на счетах нет когда вы трансформируете шаблоны мышления ваши которые кредит 1 создали и которые мешают чтобы он рассоздался у вас меняется прошлое задним числом вы потом скажете да у меня всегда так было да у меня на счету и всегда деньги лежали на другом да у меня вот вторая квартира может быть наследство осталось а мне вот там лотерею я выиграл или еще что то но она естественным образом сложится и вы скажете блин да мне всегда так было то есть это как бы предсказуемо все было я должен был там зарплату получить да мне должны были деньги отдать да это мне долго далее когда-то там куча времени назад отдавала в долг а тут не отдали то есть она будет естественным способом то есть она не просто так взялось и все ты проснулся у тебя откуда-то деньги хотя такое вот тоже есть у меня есть эфир про 2 миллиона на карточке когда я просто проснулась у меня 2 миллиона карточки и все и я не могла понять я только через неделю узнала откуда там или через сколько там дней я узнала что мне вернули долг с неизвестного номера мне написали что мы тебе возвращаем долг кто это мы не хотим гореть все . я вспоминаю задних числом естественно я давала в долг было у меня время 2015-16 год я хорошо зарабатывала но деньги на себя не тратила я же блин экономщица поэтому меня всегда их занимали никогда не отдавали я же не нормальная блин на себя же не могу потратить поэтому блин отдавала в долг отрабатывала неплохо и поэтому когда вы трансформируете шаблон умышления у вас меняется реальность и вас всегда так было но она естественно путем то есть это не так что вы вышли из подъезда на вас копюры падают или под подушкой деньги на хоть находите хотя были такие отзывы находили деньги в тумбочке и под подушкой мама у меня 5000 нашла в квартире два года никто не жил она приехала блин с камчатки в краснодар открывает блин стол он весь в пыли на его на мыло почистила там трата то потом проходит какое-то время там несколько дней она тут уборку наводит там тра-та-та квартира запылилась мы что-то с ней ля-ля-ля с мамой какие-то шаблоны с ней пощелкали и она утром не пишет а я еще такая говорю так жди тебе придут сейчас деньги каким-то образом давай понаблюдаем но я знал эту фишку тем что я хотела маме отправить деньги ну чтобы она поверила свои шаблоны и вот деньги придут от дочки ну как бы я не стала заранее говорить что я ей пришлю она мне утром звонит и говорит а я в москве она вот в краснодаре ну или 5000 рублей в тумбочке лежит которую я мыла на днях а там денег не было вот вот и чудеса как это случилось я не знаю может быть и так вообще мне кажется может все быть но в основном это естественным путем происходит у меня типа всегда так было вообще суперская девушка викуля у тебя непосредственность и вкусная степкость у кого-то шаблон мышления что стричь бабло это плохо и и причем самое интересное что все в тайне мечтают о деньгах ну все практически мне и не такой деньги это плохо да вы блин все хотите денег но признаетесь у всех вопрос номер один деньги потом только уже счастье радость ну да номер один это деньги как говорит вика потом счастье там радость любовь молодой человек там проблемы какие-то решить долги кредиты ну на первом месте все кто даже на морфоны приходят пишет о деньгах несчастье радости дома в деньгах поэтому уже ну каждый возьмите и признайтесь то что да я люблю деньги если вы не любите деньги деньги не любят вас деньги тоже нужно любить они же вам отражают вас кого забанили из текста вылетит я подумаю зашла в телеграм проверить прочат шарманки ради ради того что у меня нет почему я в этом чате оказалась курала и насильно туда всех запихивают люди чтобы рассказать какая я плохая я в кошельке подарим нам запакованном нашла 5000 мама свидетель может его когда дарили специальные деньги положили потом спаковали но он всегда находит объяснение и эти объяснения подтверждаются более материальной действительности потому что мы всегда свою правду подтверждаем это нормально я обожаю деньги мы любим деньги с недавних времен люблю наличку ну блин почему с недавних надо их всегда любить проходила тренинг с мужиком ни дня не работал загадал жену квартиру на фрунзе и получил а деньги нужны были он шел кто-то кидал с балкона народ собирал блин даже так бывает даже так деньги сыпятся с неба блин короче это мои шаблоны что деньги не сыпятся с неба века я вижу надо проработать короче мне интересно понаблюдать как я щелкаю шаблоны я их не разбираю уже давно ну потому что критическая масса шаблонов которые мне не дают видеть с разных сторон любое слово любое чувство любую ситуацию я уже давно рассоздала я уже просто и так неинтересно как понаблюдать что это будет по-другому короче понаблюдаю как деньги посыпятся с неба века запомнила я пойду в магазин я с тобой кидай бумажки сверху с пятого этажа нелли я заметила как уже несколько лет живу с вечным закрытием прошлых долгов а не настоящим пока только себя на этом ловлю стараюсь переключиться вот срочно переключайся вот можешь хотя бы на неделю забыть о своих долгах любых вот и здесь и сейчас насладиться максимально проживем вот каждый миг по радости каждый миг наполняя себя кайфом каким-то вот не знаю на неделю возьми отпуск от забот не от работы от забот от проблем в голове отпуск от головы возьмите отпуск от головы я хочу книжку написать отпуск от головы мне даже там идея структура план уже есть 10 глав все спасибо прям я даже знаю какие техники туда запихнуть запиши пожалуйста записала все спасибо до этого любила на карте деньги так я люблю и наличку и так и сяк будут деньги будут оплачен кредит будет бизнес желаемый будет квартира ну все ну и все так размышляют будут перемены будут деньги будут радость будет деньги будет легкость свобода будут деньги будет не зацикленность а как это в проруби плывешь как топор будут деньги только когда ты не сопротивляешься событиям и принимаешь мир таким какой он есть вот здесь сейчас вот как происходит этим и наслаждаешься будут деньги они складываются на ваше желание желание не могут исполниться только потому что блин вас здесь сейчас нет вы не кайфуете вы не радуетесь вы в унынии в унынии вы когда когда ваша шарманка в голове бесконечно прокручивает какие-то события прошлого либо не наступившего будущего то есть вы напряжены и естественно блин где энергия где радость где кайф куда деньги будут если вы постоянно в проблемах возьмите отпуск у головы от головы или у головы короче отпуск с работы отпуск от работы как правильно говорят отпуск от работы отпуск на работе возьмите отпуск на голове как правильно сказать блин отпуск от головы Вы у головы на голове. Не знаю. Короче, вам нужно взять отпуск, пожить в чувствах. Ну, хотя бы, блин, несколько дней на выходных. Возьмите выходной у головы. Выходной у ума. Дядя мой говорил, что ничего не клал в кошелёк и покупал его в Европе. А там рубли были. Ах, слушайте, ну это ж такой прикол. Я была недавно перед коронавирусом в Испании. И мы поехали на блошиный рынок. Слушайте, блошиный рынок, это когда каждый выходит там по евро, по два, по три, по пять, максимум по десять евро. Продают какую-то старую рухлядь. Там действительно можно найти антиквариат какой-то, либо продают, ну вообще хрень, какой-то там старый замызганный коврик у порога, который лежал 20 лет и не стирался. Такие тоже там продают. Кружка, у которой отвалилась ручка, эта кружка была куплена там 20-30 лет назад. Либо... Да, блин, всякую хрень там продают. Короче, я очень сильно мечтала о серебряной цепочке стрекозе. А, сейчас я её сняла. Ну вот мне нужна была тогда стрекоза. Вот я вот прям хотела стрекозу и всё. Я её искала во всём Бали, не нашла... А, нет, я купила там стрекозу, но там у неё сразу поотваливались эти камешки. Я искала новую стрекозу. Иду и вижу, парень продаёт серебряную стрекозу за 25 евро. Серебряная цепь, стрекоза, серебряные... Эти такие же большие серьги, стрекозы. И кольцо серебряное большая стрекоза. Короче, 25 евро. Я такая, нифига, классно. Он в коробочку мне упаковывает бренд. На коробочке был написан на стрекозе бренд. Всё, короче, всё оттуда. Приезжаю домой, убираю поролонку и вижу серьги. Офигенно красивые. Ну, я серьги там только вот одни, гвоздики там ношу. Не люблю больше ничего и не хочу. И я эти серьги дарю дочке Олесике Моисеиченко. Да, она со мной работала, курсы все вела, кто знает. И мне такой муж. А посмотри, там ещё поролонка лежит. И я снимаю поролонку, и там, короче, серебряное сердце. Блин, какое красиво с гравировкой I love you. Это было вообще просто треш. Прикиньте, я купила вот... А продавец об этом не знал. Это была заначка по ходу его жены. Продавал вот мужчина. То есть я покупала одно, а там было два сюрприза. Прикиньте, вот так же про деньги с этими рублями. В кошельке новом. Ну, блин, чудеса реально. Так, а меня уже туда два раза засовывали в этот чат. Я удалялась, они меня опять тащат в чёрные списки. Я люблю денежки трогать. Шуршат, приятненько, да. Ой, когда на телефоне дзинькает уведомление о деньгах от банка. Мне нравится. Поставила это дзиньканье на будильник. То есть, чтобы тебе пять раз будили приход денежек, да? Музыка классная. Отпуск от головы, это офигенно. Рекомендация за БС. Так и делаю. Это и есть моё приключение, но здесь и сейчас. А у меня шаблон несправедливости. Часто от меня торкает. Он меня торкает, типа несправедливо. Сейчас прямо всё кипит и клокочет. Сажусь писать. Малой проснулся, мамой... Короче, справедливость в несправедливости. А несправедливость, она самая справедливая. Осознайте почему. Почему это целое. То есть, вам нужно хакнуть шаблон, соединить в целое. Короче, голову в отпуск. Долой с работы. Так. Я не думаю о долгах, а они о себе напоминают. Долги... О долгах нужно думать. Только о долгах к себе. То есть, если мир — это проекция ваших чувств, что вы себе задолжали. Что? Вот. И найти всё, что вы себе задолжали, и пойти себе их дать. Что в вашей жизни происходит? Вас там ругают. Вы задолжали дать отпор всем и говорить, нет, я хочу поступить так, как я хочу. Вы там всех пилите. Вы задолжали себе, блин, освободить себя от пилёжки других людей, заняться собой. Там, что мир ещё может транслировать? Там, мне не нравится, как люди там ко мне относятся. То есть, вы задолжали себе дать им по башке и пойти посмотреть в зеркало, как вы к себе относитесь. Ну, то есть, и вот расписать, что мир транслирует, и посмотреть, какие долги, чего не хватает. Отпуск с головой. Отпуск с головой. Отправить голову в отпуск и расслабиться. Отпуск без головы, под головой. Нелли, книжка про деньги есть в аудиоформате? Да, книжка сразу при покупке даётся и в аудиоформате, и в текстовом формате. Если вы покупали только в текстовом, пишите в директ. Но вам надо чек оплаты прислать, скрин оплаты, посмотреть в этом личном кабинете. И вам тогда аудиоформат пришлют. У меня язык заплетается, капец, вы бы знали. Можно я сейчас быстро пролистаю, что вы там писали? А если я делю людей на плохих и хороших? Так, сначала нам нужно определиться, что такое плохое, а что такое хорошее. Почему хорошо — это плохо, а всё, что плохо — это пипец как хорошо для вас. Очень хорошо. Почему это даёт развитие? Что такое вообще плохое? Почему это тёмное? Почему это негативное? Негатив у плёночки. Всегда вспоминайте плёночку. Это непроявленная фотография. Когда её подсветили, там фиксажик положили. Помните, раньше мы фотографии делали? Плёночка проявилась, мы её увидели. Но сначала появляется негатив, то есть непроявленная. То, что мы в себе не видим, не знаем. Всё, что мы не знаем, всё, что для нас кажется непонятным, мы наделяем автоматически плохим. Но это наш ум так шаблонно мыслит. Вспоминайте, что это неплохо, это просто неизвестное. Когда вы понимаете, почему это неизвестное, классное, оно перестаёт быть плохим, потому что вы понимаете, какая функция. В этом мире нет ничего абсолютно ненужного. Оно нужно всё, и оно для чего-то в этом мире рождено. Но в этом мире ни одна песчинка не существует просто так. Она, блин, нужна для чего-то. И это «чего-то» составляет целую картину единого мира, которая, блин, взаимодействует со всем. И без этой песчинки там была бы дыра в этой картине мира, она была бы неполноценной. И всё, что бы вы ни видели, ни чувствовали, оно всё для чего-то нужно. И оно всё имеет какую-то функцию в нашей жизни. И эта функция для жизни в любом случае нужна. Без неё не было бы жизни. Вот без каждой крупиночки вашего чувства или материи какой-то, неважно. Это всё для чего-то нужно. Но пока вы не знаете, для чего, вы наделяете это хиромантией какой-то, что это плохо. Ну потому что вы не знаете. Но когда вы узнаете, вы поймёте, блин, как это круто, что это есть. И без этого не было бы меня. Ой, мне так кайфово смотреть на тебя, и пофиг, что ты говоришь. Тебе пофиг, что я тут говорю. Ау, Куралай, тебе пофиг, что я тут говорю. Ой, ну говоришь ты офигенные вещи. И всё это из твоей офигенной головы. Это из вашей офигенной головы. Просто вы транслируете в себе. Ну, в себе. Часть себя транслирует в другой части себя. Классно всё. Ой, что-то я так устала говорить. Давайте я минуту помолчу. Вика мне только что сказала, что у нас 3 часа ночи. Как ты такое придумываешь? Всё, моя голова. Надо выпуск. Кто со мной не согласен, поставьте лайк, а кто согласен, два. Сделайте репост. Во время марафона я пошла и прыгнула с 45-метровой трубы в старе Жень. И, конечно, сразу стало понятно, что страхи все надуманы. Вот, и как-то понятнее всё стало. Ирина, а сколько денег пришло, расскажи. Я всё деньгами меряю. Мне все говорят, Нелли, ты только деньги вокруг себя и видишь. Да это же талант, видеть во всём деньги. Это же, блин, круто. Не каждый хочет там научиться. Да. Головной отпуск. Отправьте себя в отпуск с сегодняшнего дня, ночи, вечера. Вот что у вас сейчас, какое время суток. Отправьте себя в отпуск на пару дней от головы. Все слышали. Все слышали, я в отпуск. Всё. Чтоб потом мне не говорилось, что туда я ушла, всё. Моя кукушка уедет на пару дней, поэтому остальные два дня, чтобы я не несла, знаете, я в отпуске. Ещё прикольно со стула назад. Страх смешки прорабатывать, просто бухнуться. Ой, Елен, я бы не стала. Не, мне не то, что страшно, как бы зачем? Будет больно. Нелли, что делать, если как только мне хочется чем-то заняться, и приходит идея, через пару дней находятся люди, которые это давно сделали или уже делают. Что с этим делать? Как проявляться? Сразу её воплощать идти? Если мы чего-то не хотим делать, всегда найдутся люди, которые сделают это за нас. Так природа устроена. Вы не хотите для того, чтобы попить чай, идти на плантации, вырастить этот чай, завод построить, которые инструменты будут производить, и эти инструменты нужны будут для того, чтобы в сушильных аппаратах этот чай сушить, делать коробки, дизайнером быть, учиться рисовать, продавцом быть, самолёты строить, чтобы доставить себе этот чай. Чтобы попить чай, вам нужно просто взять и всю работу всех людей сделать. Нам это не хочется сделать, но мы-то творцы, мы во всех телах, для себя этот чай готовим через каждого человека. Вот каждый человек поучаствовал, наверное, в кружке моего чая, потому что, блин, кто-то как-то взаимодействовал, потому что, ну, мы не можем чай попить, ну, кружку надо создать, электричество создать, розетки придумать, блин, цвета, даже краску эту, для того, чтобы покрасить чайник, вот как у меня в чёрный цвет, стеклянный, подсветку сделать, понимаете? Вот столько людей участвовало, что вы просто попили чай, естественно, вы всё сами не можете сделать. А кто же чай тогда будет пить, пока вы будете это всё, вот, блин, делать? Очевидно, что как только в вашу голову приходит какая-либо идея, она уже кем-то начинает воплощаться. Творец, потому что вы, вы не только ваше тело и ваш ум, вы творец. И все люди — это тоже вы. И вся идея, которая приходит к вам, она приходит ко всем одновременно. Вопрос, видите вы её или нет? Идёте вы её как-то воплощать или нет? Если не хотите, за вас её тут же воплотят. Это хорошо. Расслабляйтесь, получайте удовольствие. Блин, надеюсь, понятно объяснила. Просто в 3 часа ночи у меня что-то как-то начинают путаться мысли. Хотя от этого ещё веселее распутывать. Сложно сказать, сколько денег пришло. Я никак не могу найти, чем мне заняться в жизни в плане профессии. Но вот тоже немного торгую на бирже, но так как я не особо умею, то доход маленький. Я тут села и посчитала. Дальше не дописано. Я на бирже вообще играть не умею. Я вот что вижу, то их покупаю. Захотела, продала по импульсу. Вообще не читаю. Ничего. Около тысячи уже. Для меня это много и достаточно на сегодняшний день. Чего я раньше не посчитала. Вот странно, да, видишь, пришли. Вот видишь прикольную штуку. Это я придумала. Да, хорош жаловаться. У меня пять утра. Так ты же слушаешь меня, а я говорю. Прикиньте, сколько вопросов нужно тут это рассоздать. У меня, честно говоря, немножко язык устал. Слушайте, расскажите, люди, я хочу в ТикТоке что-нибудь рассказывать. Или как там классно поют, пляшут. А мне стыдно так прикалываться. Короче, мне кажется, там такую ерунду все несут. А мне хочется попробовать. Я вот не знаю, как это попробовать, что попробовать, что сделать, как это делают. Лучше расскажите, как мне пойти в ТикТок. Дайте какую-то идею. Ну, не маску одевать вампира, да, там и под музыку тын-тын-тын-тын-тын-тын, показывать какую-нибудь фигню, да, а связать вот с моей вот этой темой, как это можно совместить в ТикТоке. Вот так хочется вот в ТикТок пойти. Не знаю, почему. У меня все друзья там. Вот, а в Инстаграм редко кто смотрит. Бери с собой стаканчик воды, эфиры проводить. Да, ну, блин, не додумалась. А сейчас я просто телефон держу на весу в руках, возле розетки сижу, потому что он севший. В ТикТоке нет ничего серьезного. Я видела в ТикТоке, короче, учителя по физике делают опыты по химии, делают опыты такие профессора, дяди такие, там, 60-70 лет с бородами. Классно такие опыты проводят. Я вообще кайфую. Кто их там снимает? Ученики, наверное, не знаю. Проекты классные. Очень много психологов, да. Как-то вот они прикольно это делать. Я не знаю, пробовала. Короче, я месяц вокруг да около хожу, запишу, удалю, запишу, удалю, запишу, удалю. Мне ничего не нравится. Как? Как? Тут записать, не знаю. Контента надолго хватит. Ну, моего-то, да, вопрос... Ну, так-то он не зайдет. Вот просто говорить там... В прямом эфире можно просто говорить, но когда тысяча подписчиков будет хитро, да, сделано. В ТикТоке можно прикалываться над аллилуйными сектантами. Типа троллер, что включить, да? Может, шаблончики рассоздавать по-быстрому в формате ТикТок. А вот как это в формате ТикТок рассоздавать шаблоны для людей? Вот как? Ну, я вот даже не представляю. Мне надо маску надеть клоуна какого-то, да, или там вампира, или что, музыку какую-то включать, танцевать. В ТикТоке Стёб классный. Да, Стёба там много. Я вот не знаю, как вот совместить себя там. Короче, если будет какая-то идея, пишите в личку, я буду, блин, все ТикТоковские идеи, как можно что-нибудь придумать. Копировать я не хочу. Специально смотреть и делать, как другие психологи. Вот, потому что меня не впечатлили, либо не впечатлили, либо впечатлили, но я так точно никогда не смогу. Вот. И что-то над своё, по-любому. Можно мини-видюхи с примерами, как вначале показывала, так понятно, и можно с юморком. Понимать бы, как это сделать. Надо, наверное, брать шаблон какой-то и смешную сценку, чтобы воссоздать. Блин, ни одной идеи. Докажи людям, что хорошо и это плохо. О, да вообще легко. Но это просто вот говорить, меня там не поймут. Поэтому это надо как-то показывать, что ли, да? Можно подкидывать монетку и показывать обе стороны шаблона. Если честно, и чайник в ТикТоке. Да, я вообще там не то, что чайник, даже на заварник не тяну. Но весь смысл в ТикТоке, да, что это должно быть какое-то короткое видео, очень динамичное, веселое, с музычкой там, и чтобы там в тренды попадать еще. Говори в ТикТок, как ты постишь в инсте в сторис. Я пробовала, нету вообще просмотров, никому не интересно. Сколько у меня там, шесть или семь видео, они не интересны. Я попробовала вот нарезки делать. Неа, как-то не заходит. Можно с музончиком рассоздать. Типа как-нибудь тихонечко, да? Включить музычку, негромко. Что значит не поймут? Мы тоже сначала не понимали. Но смотрите, как за минуту показать, ну, что-то такое понятное, главное, что понять можно за минуту, когда я вам час объясняю, чтобы только через час до вас что-то дошло. Вот для меня вот это и задача. Ну, как бы из бухты барахты, когда я начинаю свою противоположную точку зрения рассказывать. Вот я что делаю вообще в прямых эфирах? Я беру любую точку зрения и рассоздаю ее, показывая, что есть и обратная сторона медали, что можно и под другим углом посмотреть, а можно еще и по третьим, и под четвертым. Если я сразу противоположное мнение расскажу, меня посчитают дурочкой, правильно? Ну, потому что... Ну, люди убеждены, например, проститутка — это плохо, а я вам докажу, что проститутка — это хорошо. Вот. При этом я не хочу сказать, что это хорошо. А мне времени не хватит доказать, что это и хорошо, и плохо, это вообще нейтрально, и оно ни хорошо, и ни плохо, и нет ни того, ни другого. Короче, понимаете, когда шаблоны рассоздаешь, показываешь обратную сторону медали, а потом еще нужно показать целое, а потом еще нужно, чтобы человек, блин, понимал, что не надо впадать ни в мою крайность, ни в ту, в которую он до этого уверовал. Я просто пример привожу своей крайности, чтобы он понял, что есть еще другие точки и взгляды, ну, блин, на этот шаблон. То есть, как это вот показать? Короче, ну, вы меня поняли, я вам голову забила. Если будут идеи, короче, пишите под видео. Да, будет классно обсудить под видео. Если это в этом, блядь, на YouTube, да, там под видео пишите, либо здесь сейчас я в прямой эфир сохраню. Давайте, короче, помогите мне, блин, очень хочется что-то такое подумать. Такие серьезные вещи в ТикТоке за минуту сложно. О чем речь? О чем речь, что очень сложно. Ну, каждый первый мне говорит, иди в ТикТок, иди в ТикТок. Уже полгода. Я такая говорю, это сложно, это сложно, это сложно. Раз создала шаблон сложно. Понимаю, что это легко, просто я заморачиваюсь. А надо, может быть, я что-то не вижу, возможно, что-то я не вижу перед носом. Может, вы накинете идеи, и я увижу. Какие-то микрозадания давать. Кстати, да, как идея классная. Эксперты в ТикТоке дают минимум, чтобы заинтриговать, а далее ссылку в Instagram. ТикТок серьезность в несерьезности. Несерьезность в серьезности, оказывается. Да, классно. Дело в том, что наша жизнь, ее нельзя серьезно вообще воспринимать. Она и серьезна тем, что она несерьезна. Вся серьезность жизни в ее несерьезности. Прикиньте, как круто. Любую видюху закинь, а там поймешь, куда дальше. Вот я и закинула, ничего не идет вообще. Да. Зашло только, знаете что? Как я на шарике в Таиланде, ну, меня садили в рогатку в шарик, и резинки натягивались, и отпускали. И я там на 30 метров, или куда там, 40-50. Сколько 10-этажный дом метров? Ну, метров. Чего, посчитать не могу. Вот, и короче, я вот летела вверх, потом свободное падение вниз, потом опять вверх, потом вниз, пока резинка болтыхалась. Ну, я останавливалась, потом меня опускали. Короче, вот такой ролик зашел в ТикТоке. Ну, как зашел, 4 тысячи лайков. Ну, это тоже ни о чем, но все равно прикольно. А другие видяхи там и станет. Ну, я же каждый день на этих шариках не буду кататься. Фразу о серьезности и несерьезности закиню. Короче, мне предлагают шаблоны рассоздавать, попробовать. Да, надо же еще красиво выглядеть. Это мы тут в прямых эфирах на YouTube уже привыкли ко мне в домашнем виде. Я не марафечусь, не расчесываюсь, не крашусь, ничего не делаю вообще. А в ТикТоке надо красившей быть, либо маску одевать какую-то, да? Можно задание к нему выполнить. Придется сумма денег именно какая. Люди по-любому будут делать, чтобы доказать, что это работает или что это не работает. Но кто будет доказывать, что это не работает, они это докажут. Так. Ладно. Спасибо. Короче, задала вам задачку. Если кто идеи там начнет накидывать свои, и буду прям благодарна вам. И переместимся все в ТикТок. Может быть, круто пойдет когда-нибудь. Сейчас подкасты у меня начинают раскручиваться. Аудиоканал завела. Статьи на аудио рассказываю под медитативную музычку. Так прикольно получается. Подкасты сейчас Apple и Яндекс. А еще потом еще какие-то 4 платформы. Короче, можно будет слушать, прикиньте, в Яндекс.Музыке, в любой музыке. Короче, мои эти истории. А теперь ТикТок хочу. Минутные сценки с моментом со смыслом. Куралай. Короче, фишка в чем? У меня фантазии не хватает придумать сценку со смыслом. Я могу только чушь нести, отвечая на вопросы. Как только вопросов нет, у меня вот шторка, ступор, на голове шапочка из фольги, я не могу вообще думать. У меня нет мысли, я даже не знаю, что сказать. У меня нет фантазии. Дзен развиваешь. Да, постоит там каждый день в дзен. Развиваем. Но не так эффективно. Троллят, потому что люди настолько погрязли в своих шаблонах, настолько уверовали в том, что, блин, ну как нас учили, работа, дом, матрица, все такое, что заниматься творчеством, творить, быть естественным, быть настоящим для людей, это плохо. Все считают, это дребедень, это хрень. Вот начинаешь какие-то комменты какие-то писать, либо мне пишут, я отвечаю. В каких-то пабликах отдельных, да, от меня, на ютюбе, там где-нибудь под видео. Вот даже закинешь фразу, то, что, ну, давай подумай по-другому, что ты так решил, ну, может же вот так, ты чё несёшь? Какую ты чёшь несёшь? И, короче, блин, такие деревянные мозги у людей. Обратитесь к профессионалам. Профессионалу в какой сфере? Кто пишет мини-сценарии для развлекательного шоу? Такие? Такие есть вообще профи? Профи, короче, если такие есть, напишите мне, почему нет. Просто есть профессионалы по ТикТоку, там, они дают, как и по Инсте, как раскручивать, там, как нужно, там, ну, дают такие рекомендации, короче, не по контенту, а по самому видению, а что говорить в тексте, таких профессионалов надо искать из моей сферы, кто меня понимает, кто мне может сценарий текста, допустим, написать, и сценку. Это, короче, сказочник должен быть, который пишет сказки. Такие, как я, говорю. Ну, то есть это не продвигатель ТикТока, потому что, как продвигать ТикТок, то я могу. Ты чё несёшь, а ты такая, я несу любовь и радость. Ну, кстати, да. Буду так отвечать, кстати, неплохо. минутные сценки со сказок или мультфильмов или фильмов. Вот представьте, да, вот сколько мне нужно потратить времени пересмотреть фильм, чтобы увидеть там какой-то кадр интересный, чтобы его сыграть. а чё попроще. А чё попроще? Вот чё-то попроще. Прикиньте, это же надо фильм смотреть и вырезать оттуда какие-то, блин, я, короче, сейчас всё усложняю, потому что для меня это реально сложно. ответы на вопрос «Твой контент». Да, вот если бы у меня было тысячу подписчиков в ТикТоке, тогда я бы могла вести прямые эфиры запросто, блин, и всё, и мне нафиг этот ТикТок не нужен был с этим микро... какими-то такими приколюхами. Ну, могла бы туда заходить, что-нибудь такое говорить, но вот прямые эфиры мне бы там понравились, но вот тысячу подписчиков нужна. У меня всего 72 подписчика. Я крутала, 72. Слушайте, а как идея, если дать ссылку в Ютубе под этим видео на мой ТикТок, Вик, и в Инстаграме дать ссылку на мой ТикТок, в котором ни хрена ничего нет, только где я на шарике летаю, мы быстренько наберём тысячи подписчиков, и я легко начну вести прямые эфиры, я проведу парочку прямых эфиров, наберу ещё больше подписчиков, и вы можете смело удалиться. Ну, а те, кто там оттуда уже добавится меня смотреть, пускай на меня смотрят. То есть, как бы на время придите ко мне в ТикТок. Хорошо хорошо прибывала? Короче, на недельку туда прийти, чисто вот затусить со мной, чтобы я прямые эфиры провела, и свалить. Потому что я всё равно сразу там полляма наберу, поляма. точно, доберу. Но ещё в ТикТоке сейчас такая хрень, очень сложно набрать. Блин, опять у меня в голове сложно, надо шаблон сложно рассоздать. Короче, там падает. Продвижение уже сейчас становится платным. Раньше можно было запустить любую хрень, и сразу тебя всем показывают. Сейчас ТикТок тебя ни хрена никому не показывает. нужно её проплачивать. Да? Там есть платная реклама? Ну, ТикТок почему-то сейчас перестаёт, ну, он скоро ведёт там платную рекламу, как в Инстаграме Таргет ведёт. А пока не ввёл, он сам урезает сейчас. Ну, я просто слежу за ТикТокерами, которые пишут, как продвигать ТикТок. И они все сейчас поголовно рассказывают о том, что как раньше было, уже нельзя. Ну, типа, так набрать быстро подписчиков. ТикТок урезает просмотры. А мы наберём, да, если вы ко мне присоединитесь туда на недельку, чтобы я набрала тысячу. Что такое тысячу человек? 10 тысяч на Ютьюбе, 10 тысяч, ой, 15 тысяч здесь. Нас 25 тысяч. 25 тысяч человек. Ну, минус там ещё пятёрик, потому что кто-то кто-то на Ютьюбе из Инсты. 20 тысяч человек, из них тысяча, ну, что, не добавим? Там легко по хэштегам продвигаться. Ну, если он ещё в тему. У меня-то темы нету, я даже не знаю, я не в тренде, не в реках там этих. Тренд от Нелли. Сделала что-то, народ повторяет с пометкой, сделал, пришли денюжки. Да кто же мне поверит, мне поверит там, чтобы к ним пришли денюжки? Тут-то в Инсте я говорю, давайте все повесим фотографию Микки Мауса в ленту, и кому придёт 3000 рублей. Помните прикол? Блин, 50% людей, которые запостили моего Микки Мауса, фотографию Микки Мауса в ленту к себе, им пришли 3000 рублей. Прикиньте? Ну, потому что вы здесь прокачаны уже все, вы знаете, как творить реальность. Оно же всё в голове здесь, ничего не зависит от внешних факторов, всё здесь. Вы уже здесь прокачаны, а там в ТикТоке скажут, она что, дура? Вот, там ещё нужно подогреть народ, скорее всего. поверить, не поверить, рассыздай. Да, блин, я там только позориться начну, ну, там холодная аудитория, реально. Будем делать все вместе. Ну, давайте. Хорошо. Говорили. Тогда, что мы делаем? Первое. Вика завтра делает пост. Делаешь пост? Не, не пост, в сторис. О том, что давайте добавимся в ТикТок, чтобы я смогла там проводить прямые эфиры. Первое. Второе. Под вот этим видео пишите, что мы можем там мутить в ТикТоке, какие там флешмобы устраивать, с какими хэштегами и чё к чему. Давайте, короче, раскрутим ТикТок. Все, кто на меня подпишется, я на всех тоже подпишусь. Нормальная идея? Нормальная. Вот. На всех 10 тысяч человек, которые на меня подпишутся, на всех 10 тысяч подпишусь. Ух! Про Дэни Вета говорить. Дэни Вета, Дэни Вета. Это что-то знакомое. Это вампир? Я просто про вампира сейчас книжку читаю, и там тоже на Д как-то называется и Вета в конце. Мне что-то хотело другое полево рассказать. Ой, а гадание одно на всех там набирает, дай бог. Кстати, народ в карты там постоянно режется и гадает. Там пишут, что будет с Витей 37 и Аленой 25. она 3 карты такая тык-тык-тык выбросила. Так, дорожка, любовь, секс и много не пейте. Круто, да? Ох, гадают там, конечно, прокаченные. Тема денег всем актуальна, согласна. Челленджи там популярные. Да, понятно, я просто не человек, вот этот массовик-затейник, вот эти челленджи, которые вот они там делают. Я пробовала в течение полугода хоть что-то записать, блин, я не могу такое выстоять, у меня не получается. Я чувствую себя полной идиоткой. Просто жесть. Вика в отпуске без отпуска, да. Я не знаю, кто это, Дэнни Вета. Сама придумала. про деньги написала, если не помню, справа. А, про деньги. Дэнни Вета. Я читаю просто книжку и там Дженнифер Вета, что-то такое, не помню, там про вампиров. Ты пишешь, Дэнни Вета. Короче, счет надо с вампировой замутить и с деньгами. Ой, мы будем тебя защищать, материться можно? Материться? В тик-токе можно материться? Я не знаю. Лучше надо? Да, я думаю, лучше не стоит. У нас в Инстаграме нет. Короче, материться можно в Инстаграме, он для этого у нас есть. Ой, короче, давайте мутим. Пишите под видяхами, какие идеи там про деньги, вот все, что вы там сейчас писали, напишите, освежите мне память утром, поднимите мне веки. И я посмотрю, давайте что-нибудь мутить, реально. Мы ссылку скинем завтра на тик-ток. Я реально вот прошу, вот я смотрю сейчас тик-токеров, они все выпрашивают лайки, подписку, подпишитесь, я там подпишусь на тебя, там тра-та-та. А я хочу реально, чтобы вы на меня подписались и потом отписались, мне не нужны подписчики, я хочу просто тысячу подписчиков для того, чтобы этот, прямые эфиры там вести тоже. Зачем мне там прямой эфир, когда у меня есть этот инстаграм? Новые лица. Новые лица, во, Вика говорит, да, хочу еще новые лица. Прикиньте, как классно ржать в эфирах, когда половину понимают, о чем и говорят, а половину нет. Это так весело разбирать это. Правильно, Карлай вопрос задала, можно материться? Как нет, как так-то? Ну, я думаю, в эфирах лучше не материться. Хотя, мне кажется, в прямых эфирах там матерятся. Не вот в минутных вот этих роликах, а в эфирах. Ты не ядовита. Я про мат в комментариях. Почему в комментариях нельзя? Да фиг его знает. Давайте попробуем забанить, так забанить, не забанить, так отлично. Контент там молодой, у них шаблоны нам и не снились. Знаете, что у молодых шаблонов, ну, как минимум, там на миллиончик меньше в год, чем у нас. Поэтому там новые лица 12-17 лет. Нормально. Я считаю, что быть осознанным нужно учить ребёнков с детства, шаблоны трансформировать с детства. Я очень много знаю людей, в том числе Сергея Долматова, который своих детей учит, и там, и поголовно всех там, кто с ним дружит. Детки маленькие уже в годик понимают, что нет плохого и хорошего, и как трансформировать шаблоны. Я знаю деток таких маленьких, которые понимают это, понимаете? И они это понимают. Так что 12 лет нормально рассказывать детям, никогда они уже дров наломали и начинают быть мамками для своих мужей, либо детьми для своих мужей, и у них не складываются деньги и секс, потому что инцест, как бы. А надо в таком нормальном возрасте, в переходном уже показывать, блин, как строить семейные отношения. как не тратить время на учёбу бесполезную, которую ты не хочешь учиться в университете, на то, на что ты никогда бы жизнью своё время потом не потратил, а идти и находить своё дело. Мне кажется, нужно всё-таки детей начать прокачивать. Блин, я поняла, почему я иду в ТикТок, я хочу детей прокачивать, точно. Не только же взрослым, Малина. Я не ругаться без мата тоже не умею. Учимся. Вот это контент будет с матами. Так. Так, давайте заманим всех без мата пока, ладно уж, а потом будем материться. Сейчас молодое поколение более осознанное, согласна. Мы просыпаемся и детки наши умнее нас уже. Блин, мне надо своих деток заводить. Короче, мой муж не хочет детей заводить, поэтому я с ним развожусь. Поэтому у меня будет кастинг. Я ищу великолепного мужчину, взрослого, который хочет играть равноправные отношения в семье, не включать ребёночка и не давать мне быть мамочкой, который умеет принимать решения, брать на себя ответственности, который хочет детей, потому что я хочу детей, короче, пора. У меня муж слишком ребёночек. Ну, я сама выбрала ребёночка, но я уже наигралась в это. У меня муж великолепный, идеальный, в нём вот всё идеально, но пока ребёночку рано заводить ребёночка. поэтому я буду мужа искать. В тиктоке хотела искать. Ой, да. А к чему я вообще про мужа-то? А, я просто говорила про равноправные отношения. Короче, чё я несу? Вот это называется в три часа ночи. Мой мозг, если он начинает разговаривать, он не заканчивается. не, мосты разговаривают, ум, я отправила в отпуск, а он дальше несёт, не думая. Я восхищаюсь матом и хвалюсь сильно матом. Я с тобой заведу детей. Вот это да. А как так легко? Я такой мамочка для троих стала. Поздно осознала. Лучше поздно, чем никогда, правильно? Поэтому нормально. У нас стаи здесь сейчас. Мы все ошибки осознать можем, как опыт и творить новую реальность уже по-клёвому. Как найти мужа за 24 часа? Легко. Заходите в Тик-Ток. В прямой эфир Инстаграма, потом ещё заливаете на Ютуб, тебя посмотрит нормально приличное количество людей, кто-то откликнется и скажет, так, Анелия там мужа себе ищет, который хочет детей, мы общаемся, он мне нравится, и мы такие хобау, и идём в ЗАГС. Это контент для Тик-Тока. Нет, про мужа это здесь. Пока есть случай рассказать в прямом эфире, пока ещё в Инстаграме. ещё есть другой способ. Я познакомилась со своим мужем, залезла, значит, на сайт знакомств, где свайпают, как он называется, я не помню, Тиндер. Свайпнула тысячу человек, заморочилась. Мне понравились трое, два корейца и мой белобрысенький, голубоглазенький куклёныш муж. С корейцами это моя любовь вообще, корейцы. Я не пошла на свидание, пошла с мужем со своим будущим. Ну, то есть, пришла на свидание, сразу влюбилась, через неделю мы улетели, короче, с ним во Вьетнам, потом в Таиланд, спраздновали днюху, прилетели, на следующий день подали заявление, то есть, через два месяца, получается, мы два месяца путешествовали, подали заявление в ЗАГС, через месяц нас расписали, короче, ровно на три месяца мы поженились с ним. Вот два года. Он в начале мне семейных отношений сказал, я хочу детей где-то через годик. Прошло два года и он мне тут на днях, на днях месячных этих, не так вы поняли, на днях пару месяцев назад сказал, я такое тебе не говорил, что хочу ребёнка через год. Вот прошло два года, ещё лет через пять я только созрею, типа, сейчас пока рано, даже не думай, мы либо разводимся, либо ты, короче, ждёшь ребёнка, которого мы заведём там через пять лет. Так я говорю, ни хера себе, когда мы знакомились, ты сказал, хочешь детей, через годик сто процентов, а уже как бы ждать семь лет, для меня это слишком. Всё-таки мне не пятнадцать, мне двадцать один, двадцать два уже, да, вот, пора детей заводить. Поэтому я как бы решила, что всё, меня и мужа. Начало шестого утра, ржу, рядом с МЧС спит, тра-та-та. Нелли поменяла реальность, это в параллельной хотел, а тут не захотел. Ну да, то есть, как бы, вначале реальность была такова, что он хотел, а сейчас реальность, что он не хочет. Ну понятно, это я не хочу, он же транслирует, что я не хочу какое-то новое творчество рождать, не весь свой потенциал рождаю, то есть, у меня очень много всего есть, а я не позволяю себе. Ну я действительно много себе ничего не позволяю, сдерживаю, всё такое правильное, нормальное. А пора всех послать, недругов вообще, просто битой по голове, ну кто мне не нравится, и пойти творить вот то, что я хочу. Но я себя ещё сдерживаю, я даже знаю, где я. Вот, а мой муж транслирует это, потому что ребёнок, бесплодие, или ты не можешь родить по причине, что у тебя что-то не так, либо у него, либо желания у тебя нет, либо у него. Короче, когда детей нету, ты хочешь якобы, типа, значит, у тебя желание их не иметь, не рождать новую жизнь. Перекладываем на себя в башке нежелание иметь новую жизнь, то есть, менять её. По шаблонам жить хочется мне, по определённым каким-то, вот, а по новому жить не хочется. Нелли, выше прочти, то есть, там ржать. Скажи, пожалуйста, пожалуйста, число рождения твоё, мне так интересно. ну ты умная в 21, мозг просто. Ну ладно, 22 мне хорошо. У меня 12 января день рождения, у меня, кстати, с мужем день рождения в один день, он тоже 12 января родился. Он когда узнал, что мы 12 января в один день родились, он сразу сказал, что мы должны пожениться, потому что это судьба. Вот, но до этого мы с ним переписывались, и он мне в переписке, опять же, реальность поменялась, он сказал, чтобы пожениться мне, мне нужно минимум 5 лет встречаться, ну или хотя бы годик жить вместе. Но жениться, это только самый последний мудак может, ну как бы в первую неделю, или хотя бы в первые там несколько месяцев. Это, ну как бы человек, которому пора в дурку. Это неправильно, он мне там загонял такой, я говорю, ну держись. Через 2 месяца он мне предложил замуж. И всё, как бы, даже через месяц он мне предложил, но мы были в Таиланде, днюху праздновали, как раз нашу. И поэтому мы расписались через 3 месяца. Может, любви нет истинной, любви даются дети. В том-то и дело, у меня нету достаточно, недостаточно любви к себе, потому что я не хочу давать себе новую жизнь. Ну, это получается, у меня нет достаточно любви к себе. А если у меня к себе её нету, то, блин, откуда она к другим появится? Я мужа считаю вообще идеальным, блин, ну просто идеален. Мудрый, классный, красивый. что у меня всё на красоту тянет? Очень добрый, я не знаю, рассудительный, вот всё, талантливый, всё в нём есть, вот все таланты какие-то, только вообще возможно, всё в нём присутствует. что-то не то. Ты мотиватор и лидер просто от Бога, в этом можете конкурировать. Но мы с ним конкуренты, мы два козерога, вот, но от этого ещё прикольнее, но он не хочет детей. Я сразу сказала ребром, так, как бы мы хотим детей или мы не хотим детей. Вот. И он же мне моими же фразами, ну это же ты не хочешь, иначе бы я хотела. Я такая, что делать, не поспоришь. Разбираю, конечно, это дело. Трансформируется мой муж, либо новый найдётся, я не знаю, что быстрее, то и, ну как бы и получится. 12 января, это же значит, что у тебя всегда будет иной взгляд на мир. Да. Плюс аркан мага-волшебника, знаем. Поддержка с небес, 100%. У вас с мужем обоих разное видение, 1000%. Через себя не можешь поменять его отношения? Не могу. За два года не получилось. Я же говорю, я иду в потоке, я не знаю, правильно или неправильно поменять его мышление, правильно или неправильно принимать его таким, какой есть, и смириться, что у нас нету детей. Смириться и принять? Уйти и понаблюдать что-то новое? Я не знаю, как правильно, понимаете, я не знаю, я наблюдаю. Вот кто быстрее, новый муж придёт или старый согласится? Вот того и тапки, как говорится. У меня есть выбор понаблюдать. Вот чувствуете, что я как бы не говорю 100%, всё, я ухожу от мужа. Может, он сейчас переобуется и скажет, Нелли, я понял, надо детей нам заводить. Я такая, да, круто, ой, пошли заводить. Либо сейчас подвернётся красавчик и скажет, я хочу от тебя детей, я на него смотрю, я тоже хочу. Всё, и так, может быть, я не знаю. Не хочу загадывать и строить планы, пускай моя жизнь меня выведет на ту дорожку, самую лучшую для меня. Мозгом я вообще не знаю, в потоке. Наблюдать лучшее решение, да. У меня нет повода разводиться с мужем, вот реально, я даже его найти не могу. Вот кроме детей нет повода. Он как девочка и хочет внимания, чует, что много внимания перейдёт к детям. Скорее всего, да, он у меня очень требует много внимания. Мы когда ложимся с ним спать, он всегда говорит, погладь меня и гладь меня, пока не уснёшь. Это его коронная фраза. Неспокойной ночи погладь меня, пока не уснёшь. Я его должна гладить. Если я не гладу, он начинает фыркать. Вот так делает. Или трясёт головой под руку, как котик. Погладь меня, погладь, я должна его гладить. Короче, вот так вот. Ну, не должна, как бы мне тоже нравится. У нас такие отношения. Два кота дома живут. Какой там ребёнок? Блин, сами дети такие ещё. Может, ребёнок точка преткновения создана для новой игры. Ну, может быть. У меня или помешаны на красавчиках. Да я не помешана, я везде красавчиков вижу. Блин, все красивые такие. Чудо чудесное. Вот фишка мужа в ТикТок. Не поняла. А, фишки мужа в ТикТок. У меня муж в ТикТоке не даёт мне ТикТок посмотреть. Он говорит, я про тебя там говорю, поэтому я тебе не дам свой ТикТок. Я его искала, искала. Короче, не нашла. Прикиньте, он от меня скрывает новый Инстаграм, ТикТок, Ютуб. И он стесняется мне показать, что он даже делает. Вот как вот, блин, с мужем так отношения вести, если он даже стесняется мне показать свой ТикТок. Короче, ребёнок. Кто из них ребёнок? Не знаю. Мой тоже просит погладить перед сном и засыпает. да-да-да-да-да. Вот ты про него и говори, что он смешно фыркает в ТикТоке. Он будет про меня, я про него. Ну, хорошо, вот расскажу, что у меня муж фыркает в ТикТоке. Покажу примерно как. И всё. У меня сценарии закончились. Мне так интересно теперь посмотреть его ТикТок. Да мне тоже интересно знать бы его. Кто найдёт, говорите. А, ну да, как он выглядит. У меня есть коротенькое видео, как выглядит мой муж. Может, мне его в ТикТоке выложить? Вот мой муж. Ищу нового. Да, вот прям эта бегущая строчка. Да ладно, шучу. Значит, хотя, может, и не шучу. Если судьба подвернётся с новым мужчиной, как бы я его приму в объятия. Ну, как говорится, это в прямом переносном смысле. Если вдруг влюблюсь с нового мужчину, который захочет детей, почему нет? Я готова уйти от своего мужа. Разыскиваем мужа, старого или нового. От старого мужа уйти. Блин, он новый, ну, молодой. От молодого мужа согласна уйти к новому молодому, если... Кто быстрее переобудится на детей? А то мне все тут пророчат, такие пророки сидят. Нелли часто в личку пишет, я увидела ясновидящая, что у тебя в этом году или в следующем будет мальчик. Где он? Наколдуйте. Как дойти мужа быстро, легко и качественно? Слушайте, я мужа не быстро нашла, я до этого год его или два прорабатывала, а потом быстро нашла. Старалась для этого хорошо. чтобы он у меня был идеальный, я должна была стать идеальной, проработать свои неидеальные шаблоны. в моей подружке собачка так, гладить начинаешь, кайфует, прекращаешь, фыркает. и он беленький, собака беленькая, мужа напоминает. Все, доброе утро всем, пишет Куралай, да, у нас тоже утро уже наступает. Я вот сейчас, наверное, начинаю понимать, почему мужчины начинают подписываться на мой инстаграм. Раньше у нас одни девушки были, почуяли, наверное. чтобы у меня выбор был. Ох, ладно, шутки с шутками, 4 утра, как бы, пойдемте спать, эфир в 3 часа, это вообще круто. Ой. Так, Вика, давай попрощаемся с народом. Ну что, мы в постельке тут? Да. Спокойной ночи? Я в отпуске без отпуска. В отпуске без отпуска? Голова твоя в отпуске. Моя тоже сейчас на 2 дня. Пишите в директ, пишите комментарии. Не, не в директ, под видео. Везде пишите. Пишите везде. Ставьте лайки. Ставьте везде лайки. Нет, под видео, давайте тикток обсуждать наш, что мы там будем делать. Все. Целую, а то реально на 3 часа зависать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...